Добрый день, уважаемые коллеги! Вновь мы с вами встречаемся. Сегодня у нас вторая часть вебинара, посвященная вопросам договора в условиях санкции. На прошлом вебинаре мы сами рассмотрели вопросы, связанные с существенным изменением обстоятельств, применительно к ограничению правил Пакта Сонсерванда действием другой максимум договорного права Клаузова Ребуси и Кстантибус, связанные с тем, что у нас суд может учесть существенные изменения обстоятельств в целях коррекции договора, рассмотрели соотношения существенных изменений обстоятельств и невозможность исполнения, и сегодня мы с вами рассмотрим вопросы форс-мажора, но и в целом поговорим шире несколько, получается, вопросов ответственности за нарушение договора, по той причине, что здесь немножко нужно учитывать те акценты, которые расставляются в конкретной правовой системе, применительно к вопросам ответственности за нарушение договора. Соответственно, уважаемые коллеги, ну, необходимо прежде всего отметить то, что применительно к ответственности за нарушение договора у нас выделяется в различных правовых системах виновная, безвиновная ответственность, то есть существует два стандарта ответственности, мягкий стандарт, виновный стандарт ответственности за нарушение договора, и строгий стандарт, безвиновная ответственность за нарушение договора. Ну и, соответственно, для виновного стандарта у нас случай является пределом границы такой ответственности, для безвиновного стандарта у нас есть такой предел границ ответственности как непредалимая сила форс-мажор соответственно когда мы говорим о соотношении виновной и безвиновной ответственности следует себя отметить то что на настоящее время большое количество авторов остается на позиции что только виновный стандарт ответственности является этические правдой правда необходимо Необходимо отметить то, что виновный стандарт включает в сферу ответственности элемент непредсказуемости, по причине, что контрагент может быть освобожден от ответственности в случае, если будет установлено отсутствие вины. В этой связи, скажем так, более предсказуемо эффективно экономически является ответственность согласно строгому стандарту, когда сам себе факт нарушения договора является основанием безыскания договорных убытков, либо возложение, соответственно, другой санкции ответственности. Необходимо отметить то, что если обратиться к доктрине, прежде всего, что существует такой своеобразный водораздел, устоявшийся тезис, что континентальное право является сферой виновного стандарта ответственности, common law, англосаксонская права и система является сферой строгого безвиновного стандарта ответственности. Но, конечно, современные авторы отмечают, что данный взгляд упрощает реальность, упрощает действительность, почему? Потому что наблюдается конвергенция, взаимопроникновение подходов. Поэтому вот этот вот четкий водораздел, в некотором смысле слова, уже размывается, поскольку как в сфере континентальной правой семьи мы видим многочисленные примеры строгого безвиновного стандарта ответственности, так и в сфере common law у нас начинаются пробиваться ростки виновного стандарта ответственности. Поэтому здесь необходимо помнить, что вот такие вот, скажем так, жесткие императивные тезисы о том, что континентальное право – это только сфера виновного стандарта ответственности, а англосаксонская только безвиновного, конечно, упрощает действительность, не отражает в полной мере складывающуюся картину. Если коротко пробежаться по основным правовым системам, которые оказали большое влияние на развитие правовых мыслей, оказали большое влияние на многие другие страны, то следует остановиться сначала, прежде всего, на французах. Первый французский гражданский кодекс, но здесь переводится нумерация до 2016 года, которая была до орденана с февраля 2016 года. Но почему она сохранена? По той причине, что именно отталкиваясь от такой нумерации, собственно, и был сформулирован теоретический концепт, который остается важным в современном научном знании. Следует отметить то, что во французском гражданском кодексе наблюдается конфликт между положениями, то есть необходимо отметить, что содержание статей в целом осталось неизменно, поменялась только нумерация. То есть наблюдается конфликт предрядом статей. То есть, допустим, норма статьи 1142 ФГК по первоначальной нумерации указывала, что любое обязательство, сделав что-то, либо не сделав что-то, приводит к возмещению убытков, если такое обязательство нарушено. А вот, допустим, статья 1137 ФГК указывала, что лицо освобождается от обязанностей по возмещению убытков, если, по сути, докажет, что он проявил заботу, которая свойственна рачительному заботному главе семьи. То есть здесь используется еще старая, добрая римская такая фикция, как интеллигенция, интеллигенция с бонус паттерфамилия, то есть заботливого рачительного дому владыка. То есть если поведение субъекта отвечало среднему стандарту разумности, то получается его можно освободить от ответственности, если был надлежащим образом, был заботлив и осмотрительным при исполнении обязательств. Наличие указанного конфликта и породило необходимость, скажем так, теоретически разрешить его, устранить указанные противоречия. И в результате устранения такого противоречия родилась знаменитая концепция Рене-де-Мога, которая связана с категоризацией гражданского правилых обязательств. То есть получается так, в целях преодоления данного конфликта смыслового между статьями Французского гражданского кодекса, это выразилось в том, что были разработаны теоретические обоснования наличия двух крупных групп обязательств. Это обязательство направлено на достижение результата и обязательство направлено на приложение должных усилий. То есть получается, что статья 1142 Французского кодекса говорит о том, что есть обязательства направлено на достижение результата, а статья 1137 Французского гражданского кодекса указывает, что есть обязательство направлено на приложение должных необходимых усилий. И получается, что применительно к данной классификации обязательств и был сделан важный вывод, что есть строгий стандарт ответственности, безвиновный по сути, за нарушение обязательств направлен на достижение результата, и есть более мягкий стандарт ответственности, связанный с его смягчением. Это, по сути, виновный стандарт, что лицо может освободиться от ответственности за нарушение договора, если он нарушил обязательство, но приложил должные усилия. То есть в том случае, если суд квалифицирует обязательства в качестве обязательства по приложению должных усилий, и если субъект приводит доказательств того, что он надлежащим образом исполнял это обязательство, пробовал исполнить, приложил надлежащие усилия в исполнении, то тогда он освобождается от ответственности. Тем самым получается, что во французском праве произошло выделение как виновного, так и строгого стандарта ответственности. Тем самым тезис, что континентальное право – это только сфера виновного стандарта ответственности, не выдерживает, получается, критики. Потому что за нарушение обязательства направлено на достижение результата, установлен строгий стандарт ответственности, и должник освобождается только в том случае, если докажет наличие внешней причины, которая воспрепятствовала исполнению им своего обязательства, то есть препятствия вне его контроля. То есть, по сути, форс-мажор. Тем самым, получается, у нас речь идет об извиненном стандарте ответственности. То есть, если взять в качестве примера германское право, немецкое право в целом, что можно сказать по этому поводу? То, что для германского права принцип ответственности за вину, как отмечается в сравнительно-право-компортивистской литературе, имеет аксиоматический характер, то есть это аксиома. Действительно, данный вывод вытекает из анализа к статье 276 германского гражданского уложения и статье 1295 всеобщего ГК Австрии. То есть, получается, что по общему правилу у нас должник по германскому праву отвечает за умысел либо неосторожность. То есть, указывается на вину, выделяется форме вины умысел либо неосторожность. Правда, отмечаю, что если более строгая либо более мягкая ответственность не установлена, скажем так, соглашение, либо не вытекает из содержания обязательства, в частности, допустим, из предоставления соответствующих гарантий, либо из риска приобретения определенного предмета. То есть, тем самым получается, что по германскому праву общее правило – это виновный стандарт ответственности за нарушение договора, но в то же время иной стандарт ответственности может вытекать из соглашения сторон, либо из того, что, допустим, это связано с природой обязательства, вытекает из существа обязательства, либо, допустим, речь идет о том, что сторона предоставила гарантию исполнения. Тем самым допускается установление более строгого стандарта ответственности, чем виновный. То есть, с одной стороны, принцип ответственности за вину для германского права имеет значение аксиомы, с другой стороны, у этой аксиомы наблюдается некоторая эрозия. Потому что прямо, в принципе, из буквального толкования можно вывести наличие безвиновного стандарта при определенных обстоятельствах. Ну вот, германские исследователи, рассматривая проблематику виновной и безвиновной ответственности за нарушение договора, отмечают, что, скажем так, строгий стандарт ответственности связан, в частности, как они делают вывод, субъективизацией ответственности. Тем, что вина трактуется объективно и она презумируется. То есть, речь идет не о субъективном понимании вины. В нашем понимании субъективная трактовка вины уводит нас в уголовное право, как психическое отношение лица к совершенному деянию. В гражданском праве, в цивилистике, традиционно, вина трактуется объективно как соответствие поведению субъекта, либо несоответствующему социально требуемому стандарту действий, который можно требовать от любого среднего участника гражданского оборота. Ну, в частности, проявлено в длижайшей степени забота во всех смотрительницах при исполнении обязательств. Тем самым, у нас речь идет об объективной поведенческой трактовке вины. Ну, по той простой причине, что мы не можем установить психическое отношение субъекта к совершенному деянию, мы оценим его объективно. Вот в данной ситуации немцы как раз-таки и развивают эту объективную трактовку вины, поведенческую трактовку вины, ну и указывают, что здесь, по сути, в этом проявляются гарантирующие элементы ответственности. Но следует отметить, что это еще не строгий, да по-настоящему, безвиненный стандарт, поскольку все равно у нас субъект может опровергнуть наличие своей вины, презумпцию вины, доказав, что он проявил в надлежащую степень заботы и осмотрительность при исполнении обязательства. Но вот как раз-таки авторы прямо отмечают, что вот толкование статьи 276 ГГУ, в части того, что есть гарантийная ответственность, что из природы обязательства может вытекать, что в нем заложена гарантия исполнения, позволяя констатировать, что здесь наблюдается стандарт ответственности, схожий со стандартом ответственности, который есть в французском праве, это обязательство направлено на результат, то есть сближается, получается, в этом плане германский подход с французским подходом. То есть тем самым допускается наличие строгого безвиного на стандарт ответственности. Это означает, что ответственность перешагнула пределы виновной ответственности, перешагнула категорию случая и устремляется на новую сферу, которая ограничена уже пределами форс-мажора. Соответственно, если несколько слов сказать про англосаксонское право, то да, действительно, для англосаксонского права что характерно, что любой договор имеет в себе гарантию исполнения. Поэтому любой договор строится по строгому безвиному стандарту ответственности. Тем самым сам по себе факт нарушения договора является основанием для изыскания убытков. Ну, конечно, нужно понимать, что в англосаксонском праве убытки выделяются в качестве компенсационных, штрафных, номинальных. Потом есть так называемые desergement damages, их некоторые еще называют рестационными убытками. Конечно, для того, чтобы изыскать компенсационные убытки, необходимо обосновать, доказать их наличие и размер, но даже если будет трудности с установлением размера убытков, в принципе, есть так называемая конструкция номинальных убытков, но зачастую тут присуждается только лишь символическая сумма. Штрафные убытки в целом негативно оцениваются в сфере договора, это больше сфера деликта, но тем не менее в некоторых ситуациях допускается, допустим, при нарушении федуциарных обязанностей, изыскания и штрафных убытков. Ну и получается, что независимо от степени упречности поведения субъекта-должника, у нас сам по себе факт нарушения договора является достаточным основанием для изыскания, получается, убытков. То есть речь идет о действии так называемого строгого безвиновного стандарта ответственности. В этой связи необходимо отметить, что это общее правило, строгий стандарт ответственности, по той причине, что в прецедентной практике были сформулированы интересные позиции, и, скажем так, в 70-х годах в английско-судебной прецедентной практике появился стандарт поведения, который напоминает так называемое обязательство на приложение должных усилий. По той причине, что для некоторых обязательств характерна в следующей ситуации, что должник должен доказать, что он проявил разумную заботу и умение, то есть получается, что в данной ситуации у нас должник, если докажет, что для отдельного обязательства он проявил необходимую степень заботы и умений, то в данном случае он может быть, по сути, будет освобожден в ответственности. То есть тем самым в отдельных сегментах обязательственных отношений английское право стало, скажем так, гармонизироваться в чем-то с континентальным подходом и выделило модель обязательств, которая напоминает обязательство приложения должных усилий. То есть здесь это, по сути, виновный стандарт ответственности, при этом необходимо отметить, что после этого прецедента он даже был отражен уже на уровне статутного права, то есть уже писанного закона. То есть это произошло в 1982 году. Тем самым действительно получается, уважаемые коллеги, что, скажем так, нет уже такой жесткой разграничения, жесткого дивергенции, жесткого разграничения между континентальной и голосовской системой, что континентальное право – это только сфера, получается ли, но на стандарт ответственности, а англосаксонская – только сфера безвиновного стандарта ответственности. Поскольку есть строго безвиновная ответственность в сфере континентальной цивилистики, есть элементы виновного стандарта ответственности в англосаксонском праве. Применительно к глобальной, скажем так, конвергенции правовых подходов, следует отметить, что лекс меркатория, то есть получается уже, скажем так, правила, которые регламентируют международный коммерческий оборот, они в большей степени основаны на строгом стандарте ответственности. В частности, вот статья 79 Венской конвенции международной купли-продажи устанавливает общее правило, что сторона не несет ответственности в том случае, если докажет наличие обстоятельств, которые были вне ее разумного контроля. То есть в данном случае формулировка статьи 79 Венской конвенции указывает, что если речь идет об обстоятельствах вне разумного контроля страны, которые нельзя было разумно ожидать и принимать расчет при заключении договора, избежать ли их, преодолеть эти препятствия, их последствия. В такой ситуации сторона соборгается от нарушения договора. То есть говоря о препятствиях и не контроле, по сути речь идет о форс-мажорном обстоятельстве. То есть в данном случае Венская конвенция, как основополагающий акт, регламентирующий оборот товаров в сфере лекс меркатория, участниками Венской конвенции является около 100 стран, в том числе Российской Федерации, то есть основные наши внешнеэкономические партнеры являются участниками данной Венской конвенции, она устанавливает строгий стандарт ответственности. Акты мягкого права, так называемого софт-уо, на который в принципе ориентируются арбитражи при вынесении решений для обоснования своей позиции, также устанавливают строгий стандарт ответственности. Это вытекает из правил принципов международных коммерческих недруа, принципов международных коммерческих договоров недруа, принципов европейского контрактного права, модельных правов европейского частного права. То есть там во многом воспроизводятся формулировки, похожие на Венскую конвенцию. Тем самым получается, что сфера лекс меркатория – это скорее сфера строгого стандарта ответственности. Правда, в принципах у недруа самое, что интересно. Есть интересный намек на возможности виновного стандарта ответственности, по той причине, что в этом самом авторитетном, скажем так, акте мягкого права, то есть формально источником права принципы у недруа формально не являются, но их в литературе научно обозначают в качестве актов мягкого права софтула. Опять-таки, подчеркну, арбитражи в целом ссылаются на них для обоснования своей позиции. Ну, в частности, по крайней мере, в качестве дополнительной аргументации, мотивов своих решений, то здесь в принципе у недруа была воспринята французская как раз-таки доктрина обязательств, то есть концепция, разработанная Рене Домогом, и здесь, собственно, были выдавлены обязательства, направленные на результат и обязательства, направленные на проявление должных усилий. Тем самым сделан определенный реверанс, опять-таки, в сторону, скажем так, виновного стандарта ответственности. Тем самым получается, так или иначе, в большинстве правовых систем у нас наблюдается комбинирование подходов к установлению стандартов ответственности. То есть присутствуют как мягкие, более виновные стандарты ответственности, так и более строгие, безвиновные стандарты ответственности. Что у нас в России применительно к стандартам ответственности за нарушение договора? Следует отметить, что у нас базовой нормой, устанавливающей виновный стандарт ответственности, является, естественно, статья 401 ГК РФ. Это именно норма, связанная с ответственностью за нарушение обязательств. То есть эта норма применима к договорной ответственности. Здесь у нас в пункте 1 статьи 401 ГК РФ отмечается, что общим правилом ответственности за нарушение договора является виновный стандарт ответственности. То есть норма в этой части напоминает статью 276 германского гражданского уложения. Здесь также отмечается, что вина является основанием ответственности, необходимым условием. Выделяется форма вины умысел либо неосторожность, но не раскрывается их содержание. Правда, прямо отмечать, что законом либо договором могут быть предусмотрены иные основания ответственности. То есть в этой связи нужно понимать, что даже если у нас вроде бы формально все закона действует, получается, по общим правилам, виновный стандарт ответственности за нарушение договора, ну, прежде всего для общегражданских договора. Но в целом допускается совершение так называемых сделок об ответственности, которые могут корректировать условия ответственности, устанавливая вместо виновного безвиновный стандарт. Ну, естественно, безвиновный стандарт может быть установлены законом. Вина трактуется у нас объективно, поскольку, хоть и нету формулировки вины, есть определение невиновного поведения, и здесь отражен стандарт, скажем так, неосторожной вины. То есть лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая-то требовалась по характеру и беззария с условием оборота, оно приняло меры, все меры для надлежащего исполнения. То есть речь идет именно об объективной трактовке вины под германском праве, исходя из социально требуемых стандартов поведения. Ну и получается, непроявление заботливости и осмотрительности рассматривается как форма неосторожной вины. Следует отметить то, что определения умысла нету, но по седьмой пленум об ответственности за нарушение обязательств за 2016 год марта пленум достаточно интересно по вопросам ответственности, отмечая, что под умыслом понимается непроявление минимальной заботливости и осмотрительности. Здесь скорее, конечно, речь идет о грубой неосторожности, скажем так, о непроявлении минимальной степени заботливости и осмотрительности, Но еще римская форма куль полято доля компаратор, то есть грубо неосторожность приравнивается к умыслу. Важное то, что в гражданском праве вина презумируется. Пункт 2, ст. 401. В уголовном праве презумпция невиновности, в гражданском праве презумпция виновности. Должник опровергает презумпцию вины, кредитор не обязан доказывать наличие вины должника, но часто суды почему-то про это забывают. Поэтому на протяжении последних десятилетий из пленума в пленум кочует разъяснение Верховного суда. В принципе излишне, что в гражданском праве вина презумируется, предполагается. Почему? Потому что продолжается в обзор практики встречаться примеры, где ситуация оценивается судами с тех позиций, что существует якобы презумпция невиновности, когда на кредитора или потерпевшего возлагается, обязан доказывать наличие вины, хотя она предполагается. И вот Верховный суд продолжает разъяснять, что здесь не требовалось доказывания потерпевшим либо кредиторам вины непосредственно от деликвента либо должника. Но он как раз таки для нашей с вами темы имеет ключевое значение в пункте 3, ст. 401, который устанавливает безвиновный строгий стандарт ответственности за нарушение предпринимательских договоров. То есть если иное не установлено законом и договором, в случае нарушения обязательства, связанного с предпринимательской деятельностью, у нас лицо освобождается от ответств только в случае, если имели место быть, обстоятельства непредалимой силы. То есть чрезвычайные и непредвратимые при данных условиях обстоятельства. Собственно, форс-мажор. Потому что по сути определение форс-мажора с французского либо виз-мажор получается с латыни. То есть по сути речь идет о непредалимой силе. То есть во многом это как бы синонимичное получается перевод. И соответственно отвечается важный тезис, что не относятся к обстоятельствам непредалимой силы, отсутствие денежных средств, отсутствие товаров на рынке, либо нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника. То есть получается, эти обстоятельства относятся как бы к сфере должника, не являются для него внешними обстоятельствами. Ну и в этой связи нужно несколько слов упомянуть опять-таки по поводу трактовки виновного стандарта ответственности в российском праве. Уже договаривался нами тезис, что Верховный суд продолжает ориентировать ниже стоящие суды на то, что вина призумируется в российском праве. Ну сейчас здесь в пункте 5-7 пленом отмечается, что отсутствие вины доказывает должник. Ну и собственно если речь идет о безвиномном стандарте ответственности, то наличие обстоятельств непредалимой силы тоже доказывает непосредственно должник, чтобы себя освободить от ответственности. Когда речь идет о пределах границах ответственности за нарушение договора, необходимо отметить следующее, что границей, общей границей, общим пределом виновного стандарта ответственности является категория случай, казус. И вот в российской драктрине традиционно отмечается, что категория случая казуса является антиподом вины. Это, допустим, указывал наш знаменитый цивилист, уже царство небесное, профессор Павловский, но это в принципе наш современник, почему? Потому что он был хоть и видным советским цивилистом, но и застал, что называется, российский этап развития цивилистики, он представлял институт законодательства среднего правоведения. И здесь при правительстве России. У него кандидатская работа была посвящена данным вопросам. Случа непредалимой силы в гражданском праве. Классик советской цивилистики профессор Лунс отмечал, что всякое обстоятельство факта обусловивши такую невозможность исполнения, которую должник не мог предотвратить надлежащие меры заботливости и смотрительности, носят наименованные случаи. То есть случай и отсутствие вины – это две стороны одного и того же самого явления. То есть получается две стороны одной и той же самой медали. Аверс и реверс. Поэтому получается, когда мы говорим об ответственности при наличии вины, есть тезис «Должник не отвечает за случай». Случай у нас конструируется, рассматривается в доктрине с позиции того, что он является так называемым субъективным случаем. Вот в частности, допустим, наш современный автор Городобоева отмечает, что случай присутствует там, где субъект как раз-таки проявил степень заботливости и смотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства свой обороток. То есть получается, если бы знал бы должник о том, что наступит указанное обстоятельство, он смог бы его преодолеть надлежащие меры заботливости и смотрительности. То есть это антипут вины. По принципу нашей русской пословицы «Знал бы, где падает соломкий постеливый». То есть получается, этот случай трактуется именно как категория субъективных случаев, то есть он характеризуется многими авторами с позиции аспекта предвидимости. То есть это обстоятельства, явившись чрезвычайно в силу своей непредвидимости, которая не могла быть преодолена предотвращена надлежащей меры заботливости и смотрительности субъекта, поскольку если бы он мог бы предвидеть возможность наступления таких обстоятельств, смог бы данное обстоятельство предотвратить. Вот в этой связи можно обратиться к такому интересному 11 пункту 26 плену, посвященному вопросам перевозки автомобильных грузов, пассажиров погажают договоры транспортной экспедиции. Там вот в пункте 11 есть пункт, есть тезис такой интересный, который является своего рода отражением накопленной судебной практики за последние несколько десятилетий. Связана эта в том числе и практика с тем, что у нас суды традиционно трактуют стандарт ответственности перевозчика как без виновных, хотя формально. Статья 716 ГК РФ нам дает намек на то, что в российском праве принятый к договору перевозки вроде бы установлен делегалята, что с точки зрения действующего закона виновные, мягкие стандарты ответственности. Хотя судебный практик традиционно занял жесткую позицию, что перевозчик отвечает независимо от своей. И вот в частности здесь, видите, приводится следующее обстоятельство, что у нас перевозчик не освобождается от ответственности в случае, если имело место быть, случайное причинение вреда, например, дорожно-транспортное происшествие по вине третьих лиц, хищение и так далее. То есть у нас перевозчик отвечает независимо от вины, то есть раз отвечает независимо от вины, он отвечает и за случай, за случайные обстоятельства, и в качестве случайных обстоятельств. Наша судебная практика, например, рассматривает следующее явление как дорожно-транспортное происшествие по вине третьих лиц. То есть, условно говоря, если транспортное средство, автомобильный транспорт, допустим, грузовой тягач-седельный по прицепам врежется другое транспортное средство по вине третьего лица, то тогда в данной ситуации у нас применительно к деликту это будет взаимодействие с точкой повышенной опасности. В рамках деликта, получается, будет учитываться кто виной, кто не виной, потому что по общим правилам у нас, как вы помните, при причине вреда и с точки повышенной опасности у нас безвиновный стандарт ответственности по статье 1079, а вот между участниками взаимодействия тут на общих основаниях, то есть возмещает вред, скажем так, виновным или невиновным. Но вот в отношении исполнения договора перевозки при таких условиях, что получается? То, что у нас перед грузоотправителем либо грузополучателем перевозчик отвечает независимо своей вины, то не может сослаться на то обстоятельство, что груз утрачен, погиб, поврежден по вине третьего лица в результате первого транспортного происшествия. Хотя понятное дело, что вменить это перевозчику нельзя. Но он как бы принял на себя этот риск. Ответственность в начале хавериска. Это неоднократно указывало в свое время еще президентом вышибетражного суда, подтверждается коллегия по экономическим спорам Верховного суда. Допустим, хищение, даже ситуации вооруженного, скажем так, нападения на транспортные средства, тоже отмечается, что в данной ситуации речь не идет о непредаримой силе, это просто случайное обстоятельство. И перевозчик, как профессионал, принял на себя риск, даже в том случае, если транспортное средство, перевозящиеся на груз, будет встречено, что называется, в пути, где-нибудь там в лесистой местности, вооруженными правонарушителями, которые, собственно, данный груз изымут у перевозчика. И он принимает на себя риск перед грузополучателем грузопроведом. То есть это не рассматривается в качестве непредалимой силы, это рассматривается в качестве случая. Если был бы виновен стандарт ответственности, это было бы границей для виновной ответственности, но не является границей для безвиновного стандарта ответственности, которая, скажем так, ищет уже непредалимую силу в качестве обстоятельств исключающей ответственности. Ну, традиционный тезис для российского права, то, что отсутствие денег не является обстоятельством, исключающим ответственность, не относится к обстоятельствам непредалимой силы. Об этом, отмечая, неоднократно указывалось, отмечается в Седьмом Пленуме об ответственности нарушение обязательств. Ну и, допустим, если вести речь о бюджетных организациях, то отсутствие бюджетного финансирования, неисполнение, скажем так, соответствующих финансов бюджетных эпизодов при данной организации бюджетной не является основанием для освобождения бюджетной организации в ответственности перед контрагентом по договору. То есть в данной ситуации речь и о том, что отсутствие денег не освобождает от ответственности бюджетной организации. Вот в отношении, допустим, вины и установления, что называется, умысла, скажем так, представляет интерес следующее разъяснение из обзора практики по договору перевозки груза, подготовленной президентом Верховного суда. Здесь развивается тезис, который нашел отражение в Седьмом Пленуме о том, что непроявление минимальной степени заботливости осмотрительности рассматривается в качестве, по сути, умышленного нарушения обязательства. Вот здесь речь идет о ситуации, которая является изъятием из статьи 796, то есть я уже указывал, что на статье 796 трактуют как устанавливающий строгий стандарт ответственности, но вот статья 118 Устава ЖДТ предусматривается виновный стандарт ответственности перевозчика в случае, если груз сопровождается представителем грузопроводителя, либо грузопроводителя, либо грузопроводителя. То есть если груз следует в сопровождении представителя грузопроводителя, либо грузопроводителя, то у нас перевозчик отвечает только в том случае, если груз был утрачен по вине перевозчика. То есть здесь статья 118 УЖД, она смельчает стандарт ответственности перевозчика. И вот здесь как раз-таки Верховный суд указал, что непроявление должником хотя бы в минимальной степени заботливости и осмотрительности при исполнении обязательства признается умышленным нарушением. То есть у нас нет определения умысла ГКРФ, но уже судебная доктрина сформировала такой устоявшийся тезис, что непроявление минимальной степени заботливости и осмотрительности является по сути умышленным нарушением обязательства. Ситуация населилась следующий характер, то что перевозимый груз был габаритным, тяжеловесным и Верховный суд отметил, что без ведома работника-перевозчика невозможно было уменьшить массу груза почти на 38 тонн, то есть на 68% в подвижном составе, то есть более чем на половину в каждом вагоне. Поэтому профессиональный перевозчик мог и должен был предотвратить такую утрату груза, что называется, это естественная услушка, русско не назовешь. Потеря получается 68%, то есть по сути 38 тонн. Поэтому учитывая, что без ведома работника-перевозчика это не могло бы произойти, поэтому перевозчик не проявил минимальную степень заботливости и осмотрительность при исполнении обязательства, поэтому здесь было принято решение в части того, что имело место быть и высшее нарушение обязательства. Поэтому перевозчик отвечал по статье 118, что стал уже дорожным транспортом. Вот здесь, допустим, в этом примере отмечается, что, например, поломка автомобиля – это коммерческий риск контрагента, и его не назовешь и случаем, и его не назовешь, получается, в соответствии с неподдеримой силой. Соответственно, вот применительно к виновному стандарту ответственности следует помнить, понимать, что по общему правилу у нас предприниматели отвечают независимо от своей вины при исполнении договорных обязательств, но законом либо договором может быть установлен более мягкий стандарт ответственности. То есть, опять-таки, у нас общегражданские договоры, скажем так, могут быть связаны с установлением более строгого стандарта ответственности, правда, не нарушая запреты, которые, допустим, предусмотрены потребительским законодательством. Так и в части предпринимательских договоров возможность смягчения стандарта ответственности условиям договора, то есть можно изменить стандарт ответственности по предпринимательскому договору с безвиновным на виновным, указав соответствующие условия в договоре, так и законом для отдельных договоров у нас предусмотрен виновный стандарт ответственности, то есть предпринимательский. Допустим, в сфере НИОКРа у нас виновный стандарт ответственности и классический пример – договор контрактации. Договор поставки у нас связан со строгим безвиновным стандартом ответственности, а контрактация связана с более мягким виновным стандартом ответственности. Ну, по той причине, что у сельхозтоваропроизводителей больше степени рисков. И вот из соображения правовой политики считается более справедливым установление здесь для сельхозтоваропроизводителей более мягкого стандарта ответственности. Вот здесь суд посчитал, что складывающиеся цели связаны с том, что презумпция вины контрагента сельхозтоваропроизводителей здесь была провернута. Договор, спорный договор предусматривал в принципе право заготовителя менять стоимость закупаемого молока, о чем он должен был уведомлять контрагента за 10 дней сельхозтоваропроизводителей. Здесь, конечно, данное условие само по себе не оценивалось на предмет его справедливости, по той причине, что здесь, конечно, вот это вот условие, оно очень интересно. И здесь можно еще выйти вот именно на учет равенства и неравенства приговорных возможностей, то есть процедурная справедливость согласно новой редакции статьи 428 ВК РФ. Но здесь суд остался в рамках ответственности, не ушел в оценку справедливости договорных условий, просто посчитал, что здесь вроде бы заготовитель, то есть покупатель сельхозпродукции направил уведомление контрагенту об изменении в сторону уменьшения закупаемого молока. То есть сам покупатель объявил поставщику, что он будет покупать товар по более низкой цене. Ну и условие договора как раз таки связано было с тем, что в случае несогласования этого протокола изменения цены, заготовить вправе приостановить приемного ОК, ну по старой цене. То есть данная ситуация как бы реализовывает свое право приостановки исполнения, принятия исполнения. Ну и получается так, что здесь сельхозпроизводитель, сельхозпроизводитель естественно не согласился на снижение цены молока, приостановил свои поставки, заготовитель забрал свои письма с просьбами, дать информацию, когда же по новой цене возглавляться поставки. Сельхоз товаропроизводитель приостановил, получается исполнение, что в принципе как бы вытекало даже из буквального смысла пункта 225 договора. Ну и после того, как угрожать стал заготовитель сельхозтоваропроизводитель, чтобы было заскалываться как раз таки санкции, после претензионной переписки обратился непосредственно в суд. Суд виски отказал, по той причине, что вины нет. Нет вины, получается, должника при таком условии. Ведь здесь же как раз таки должно было быть согласование новой цены, раз цена осталась не согласованной, значит стороны зеркальные имели право приостановить исполнение своих обязательств. Поэтому при наличии легального права на приостановку исполнения, здесь вина как таковая отсутствует, и здесь презумпция вины должника была проверки. То есть в данной ситуации отразился более мягкий стандарт к ответственности, который предусмотрен договором контрактации. Вот на прошлом вебинаре был задан один из вопросов, связанный с распределением договорных, получается, рисков. Вот в этой связи определение представляет интерес. Указано, хоть оно как бы не первой свежести, в отличие от прошлого, получается, определение Верховного суда. Это более, скажем так, старое определение, но тем не менее, оно не потерял актуальность части распределения, получается, своих рисков между контрагентами. То есть у нас риск в отношении товара переходит в риск случайной гибели с момента, собственно, когда доец уже исполнился обязательств перед покупкой по передаче товара. Это вытекает из статьи 459 ККРФ. Поэтому даже если вроде бы был выкуплен, допустим, будущий урожай, это еще не означает, что перешел право собственности на будущий урожай контрагенту. По той причине, что право на сельхозпродукцию возникло непосредственно у покупателя только с момента передачи. Поэтому если товар не был передан, то в данной ситуации риск случайной гибели не перешел на покупателя, и он имеет право на обратное получение уплаченного аванса, по той причине, что не получил встречного предоставления. Очень большой интерес представляет вот это вот, простите, я перескочил, это постановление к Социационному суду Западно-Сибирского округа. Интересно, в том числе и тем, что я удивился, откуда такие хорошие, точные, отработанные формулировки. Но увидев председательщего состава, понял по этой причине, что уважаемый коллега председательщего состава, он в свое время изучал кандидатскую диссертацию по проблемам принципов договора, и у него был замечательный монограф, опубликован достаточно давно, но, тем не менее, замечательный монограф, посвященный правовым и философским основаниям договора в российском, получается, праве. И вот здесь как раз-таки интересная очень ситуация, связанная с стандартами ответственности, стандартами поведения и трактовкой категории в случае непределимой силы применения к российскому праву, тем, что была рассмотрена очень интересная ситуация, которая дала почву для очень интересных выводов. То есть здесь, видите, суд отмечает, что снижение стандарта ответственности поставщика до ответственности за вину не означает, что он не будет нести какую-либо ответственность за обстоятельства, находящиеся вне его контроля. То есть не означает, что он перестает нести полностью ответственность по обстоятельствам вне его контроля. То есть непределимость неподконтрольных обстоятельств не является безусловным основанием для освобождения производителя сверху спродукции от ответственности, Для освобождения от негативных последствий он должен предпринять все необходимые разумные меры для предвращения таких обстоятельств до их не наступления. При этом должник не может ссылаться на наступившие непредалимые обстоятельства, если уже известно об их грядущем наступлении. То есть они перестают быть непредвидимыми в момент заключения договора. То есть здесь вот наблюдается уже вот эта вот конвергенция правовых смыслов, связанная с учетом критерия предвидимости обстоятельств в момент заключения договора. То есть если объект предвидит его на возможность заступления таких вредоносных обстоятельств, которые может быть и в принципе-то особо-то им не могут быть преодолены объективно, но тем не менее он их предвидит, он принимает эти обстоятельства. Если заключает в этих условиях договор, то он принимает на себе указанные риски и не может эти риски перелогать на своих контрагентов. То есть осознанное принятие должником обязательств, находящихся под существенной угрозой неисполнение по причине высокой вероятности возникновения в будущем, и при входящей объективной невозможности исполнения не может считаться находящимся вне сферы контроля должника. В противном случае при заключении сделки он бы получал возможность перекладывать негативные последствия предсказуемых рисков именно от собственных решений в виде потенциального неисполнение в ближайшее исполнение на кредиторах. То есть получается, субъект знает о высокой вероятности наступления в виде доносных обстоятельств. Да, они в известной мере вне его контроля, то есть он не может им в принципе ничего противопоставить, но тем не менее он знает, что вероятность, что они наступят. Он рискует, заключая договор. То есть в данной ситуации он вступает в так называемую, по сути, как мне нравится такое выражение, англосаксы, в контрактную авантюру, и если он вступает в контрактную авантюру, то он не может перелагать последствия указанной авантюры на своих контрагентов. Он сам на себя принял риск, потому что он профессионал, он предприниматель. Да, в отношении него установлен более мягкий стандарт ответственности, если этот сельхоз товаропроизводитель смягчен, но это не означает, что он освобождается от ответственности в случае, если в силу его авантюры возникли убытки от неисполнения договора. То есть он принял на себя риск потенциального неисполнения обязательства. Переложить данный риск он уже на контрагента не может. Тем самым, получается, здесь уже идет колебание между виновным и виновным стандартом ответственности. Почему? Потому что вроде бы обстоятельства, которые наступят, они вне его контроля. Это даже уже близко к форс-мажору. Но зная о том, что такие обстоятельства наступят, зная об этом риске, вступая в договор, он принимает на себя риск. То есть в этом проявляется, получается, вина субъекта. Если он обязательства все-таки не исполнит в условиях такой высокой рисковой оснасти. Потому что виновен в том, что он вступил в волонтерах. А вступив в волонтеры, принял на себя все указанные, получается, риски. Но это именно вот эти вот ключевые формулировки, связанные с препятствием неконтроля, которые представляют значительный интерес. Как с позиции научной, так и судебной доктрины, по той причине, что они отражают стандарт поведения. Четко, красиво, последовательно. Ну и, собственно, речь шла о такой достаточно интересной ситуации, что ожидалось нашествие капустной моли. То есть контрагент, такого сельхозтового производителя, авантюриста, он даже приложил мнение специалиста, который подтверждал, что ожидалось нашествие капустной моли. Были следующие публикации, которые шли в течение года, то есть там с февраля, марта, июня и так далее. Что будет нашествие капустной моли, что в ситуации пострадает сооружение. И в момент заключения договора, это было известно уже фермеру, крестьянско-фермерскому хозяйству, что в момент заключения договора факт повреждения капустной моли будет иметь место. Рабство капустной моли будет иметь место, то есть это будет таверное обстоятельство. Поэтому у него отсутствовали разумные ожидания, что будет высокий рожай. Да, с августа началось обратно, после того, как капуста молюша обратно от рост рапса, но понятное дело, что все равно урожай будет поврежден. То есть высоких уровней урожая уже не будет. Поэтому, заключая договор в этих условиях, в ситуации высоковероятного риска наступления неприятных последствий, который уже даже приобрел характер очевидности, по этой причине, что договор был заключен в августе. В данной ситуации у нас контрагент принял на себя риск и не может ссылаться на то, что отсутствие вина в Ниспонии. Да, он ничего не мог противопоставить в нашествии моли, как и другие сельхозтоваропроизводители, но он принял на себя риск, заключая договор. То есть одно дело, если бы договор был заключен, скажем так, в 2018 году под будущий урожай, это была бы другая ситуация, другая была бы оценка. А если, соответственно, заключается договор в ситуации, когда риск высоковероятности, он предвидим, и он даже становится уже очевидным, получается, совершился, по сути, фактом, состоянием на августе, то здесь субъект вступил в контрактную фунду и принялся риск, поэтому должен нести ответственность. В плане это деление от 8 февраля 2021 года является, в принципе, становлением очень симптоматичным в части установления стандартов ответственности, в том числе виновного стандарта ответственности. В связи с принятием на себя риска контрактных авантюр. Тут даже, вроде бы, можно было бы говорить в обстоятельствах, учащих ответственность, но эти обстоятельства были предвидимы, субъект принял на себя риск, вступив в контрактную авантюр, не может прилагать последствия риска на своих контрагентов. Ну и сейчас, собственно, переходим уже, так как бы у нас мостик был, это постановление касаться мостиком, переходим непосредственно к форс-мажору. То есть форс-мажор у нас связан со строгим стандартом, получается, ответственности. То есть если случай является границей виновного стандарта ответственности, то форс-мажор – это уже граница, предел безвиновного стандарта ответственности. То есть безвиновный стандарта ответственности говорит о том, что должник отвечает даже за случай, за случайное обстоятельство. А должник отвечает и за случай. Но если речь идет о непределимой силе, здесь субъект освобождается от ответственности. Форс-мажор как сегмент доктрины клаузулы ребусикстандипус, он выделяется как оговорка в договоре, скажем так, это прежде всего англосаксонская цивилистика. Я уже коротко об этом сказал на прошлом занятии, в прошлом вебинаре, то, что огласаксонское право не знает доктрины форс-мажора, то есть там все ограничивается лишь текстом оговорки. А за рамками оговорок, если нет форс-мажора, только остается на что? Остается ссылаться на доктрины фрустрации, договора, который мы рассматривали на прошлом занятии. Как правая доктрина выделяется форс-мажору в большом количестве правых систем, в частности, прямо доктрина форс-мажора отражена в тексте закона, это гражданская законодательница Франции, России, Бельгии, Бразилии, Мебель и так далее. Это получается прямой законодательный текстуальный форс-мажор, когда нет необходимости даже ссылаться на оговорку о форс-мажоре по той причине в самом тексте гражданских, допустим, кодекса предусмотрены, что в данной обстоятельности является основанием для освобождения от ответственности должника за нарушение договора. То есть, если, допустим, у нас, как часто происходит на практике, договор, допустим, поставки представляет собой, допустим, одну страничку текста документов, а может быть, даже вообще ничего нет как такового, текстуально подписанного обеими контрагентами, будет, допустим, просто обмен письмами. Например, одна страна попросила грузить партию товаров, другая просто взяла и акцептовала фактическим действием конкуридентами, там есть только письмо и доказались подтверждающие факторы грузки, никакие особо условия не согласовывались. Но, тем не менее, все равно у нас есть пункт 30401, которая говорит о том, что если наступает описание неподалимой силы, субъект освобождается от ответственности. Вот это получается так в российском праве, допустим, а французском. Вот примитивно, допустим, Германии, Австрии, Республике Корея, то в данном случае, примитивно к этим правовым системам, немножко более сложный подход в отношении форс-мажора, там судебная доктрина знает концепт форс-мажора. Вот мы сейчас с вами разбирали, допустим, германское право, там в тексте ГГУ упор делается на виновном стандарте, но и с толковой нормой, допустим, беззвездный стандарт, поэтому права и судебная доктрина на форс-мажор выделяют. Но желательно все-таки наличие оговорки получается в тексте договора, либо особенно хорошо, когда договор, осужденный странным элементом, тогда подключается к правилам Венской конвенции. Ну вот, допустим, если вести речь, например, об Англии, там есть определение, получается, форс-мажора на уровне, скажем так, юрлитературы, как это в судебной доктрине обкатано, оно просто рассматривается, форс-мажор, как оговорка, как договорное условие, связанное с распределением договорных рисков, то есть рисков потерь, которые, собственно, возникают в случае, если исполнение становится невозможным, либо непрактичным. Особенно в ситуации как раз такие обстоятельства, которые находятся в неконтроле контрагента. То есть это только в рамках текста оговорок, ну и, собственно, английское право достаточно строго подходит к доктрине форс-мажора. Ну, в частности, допустим, здесь, например, была ситуация, ну, хотя она характерна для большинства правовой системы, то, что ситуация резкого падения, либо увеличения стоимости товаров в форс-мажор не применяется. То есть, допустим, был договор, связан с поставкой газа, изменилась, очень сильно изменилась цена, и, по сути, договор стал убыточным для контрагента, субъекта, поставляющего, получается, газ. Но суд посчитал, что в данной ситуации оговорка форс-мажора не применимо, потому что даже драматическое изменение стоимости цены не делает исполнение невозможным. Пожалуйста, исполняйте, то есть, скажем так, заключив договор с определенной ценой, без возможности его коррекции, контрагент принял на себе риск изменить цену, поэтому форс-мажор, получается, здесь не применим. Вот если вести вещь о Франции, как такой очень интересной получается юрисдикции, собственно, с которой мы связываем активное шествие доктрины форс-мажора, что называется, воплодить, потому что французы первым приняли, скажем так, новейшую историю по-настоящему буржуазный гражданский кодекс, знаменевавший собой новую веху в цивилистике. Представляет собой интерес как раз таки формировка форс-мажора, которая появилась в форс-мажорском гражданском кодексе после ордонанса 2016 года, потому что до этого, 212 лет, до этого в тексте ФГК определение форс-мажора отсутствовало. То есть там просто было указание, что форс-мажор является основанием для освобождения удержника от ответственности. В данной ситуации отражался тезис в портале, что целью Французского гражданского кодекса является не догматика, а прагматика. То есть изначально целью разработчиков Французского гражданского кодекса было то, чтобы он, скажем так, за борду ухватил будущее, чтобы суды имели возможность, основываясь на абстрактных размытых категориях, подгонять нормы ФГК под изменяющуюся обстановку. Ну вот, собственно, после реформы гражданского законодательства в 2016 году, которая, в принципе, симптоматичная, у нас в 2015 году поменялись правила, в 2016 году, у них появилась формировка форс-мажора, которая, в принципе, отражает тот накопленный багаж знаний в этой сфере. И эта формировка очень гармонично отражает тот стандарт форс-мажор, который сложился в сфере лекс-меркатория. То есть в данной ситуации, по-хорошему, эта формировка очень гармонична. То есть, примитивно к договору, форс-мажор понимается как обстоятельство вне контроля должника, которое не могло быть разумно предвидимо в момент заключения договора, и чей эффект не мог быть избегнут путем принятия соответствующих разумных мер должнику. То есть это обстоятельство, которое препятствует исполнению, которое вне контроля должника, не могло быть разумно предвидимо в момент заключения договора, и чей эффект не мог быть избегнут путем принятия соответствующих мер. То есть стандартный тест форс-мажора. Мы сейчас, допустим, скоро с вами будем рассматривать слайды, посвященные оговорке ICC, Международной торговой палаты. Там, по сути, та же самая формулировка форс-мажора. То есть в сфере Лекс Меркатория был накоплен багаж, который был инкорпорирован во французский гражданский кодекс. Ну и, собственно, если имеет место быть форс-мажор, само по себе это, что называется, легальная просрочка в исполнении обязательства. Обязатель само по себе не прекращается. Только субъект не несет ответственность за то, что допустил просрочку в исполнении. Но если обязательство затягивается, то у страны может возникнуть право на терминацию договора, на его прекращение. Ну и, собственно, как отмечают авторы, применительно к французскому ГК, по французской доктрине форс-мажор рассматривается в качестве обстоятельства, который является непреодолимым, оно является непредвидимым на заключение договора, имеет внешний характер по отношению к обязательству и влечет невозможность исполнения. То есть не просто существенно затруднение исполнения, а невозможность исполнения. То есть если исполнение стало просто несколько раз дороже, это еще не форс-мажор, страна просто принимает на себя риски дополнительных трат в исполнении. То есть если, условно говоря, существует возможность других каналов поставок, параллельного импорта, да, это будет дороже, да, это будет тяжелее, но договор в принципе может быть исполнен, несмотря на имеющиеся ограничения, что актуально сейчас в условиях санкционных ограничений, это пока еще у нас получается не форс-мажорные обстоятельства. Ну и собственно, если это временные обстоятельства, то тогда отсутствие ответственности должника на период действия форс-мажора, а если это постоянный или очень влияющийся характер, то у страны может возникнуть право на прекращение договора в связи с утратой интереса в исполнении. Вот, допустим, судебная доктрина Австрии, она выработала, допустим, тоже вот критерии форс-мажора, в тексте всеобщего к Австрии нету категории форс-мажор, но вот судебная доктрина оперирует, потому что они понимают, что возможен и безвиновный стандарт ответственности и по австрийскому праву. Поэтому судебная доктрина выработана в следующих критериях форс-мажора, это внешний характер обстоятельств, то есть за рамками обязательства, как бы за рамками сферы операционного контроля контрагента, это неотвратимость, нельзя ничего сделать даже при разумном усердии контрагента, и чрезвычайность, то есть нельзя было разумно ожидать предисключения договора и принять на себя такой риск. То есть в сторону, допустим, как экс-анте, так и экс-пост, в частности принятия рисков могут даже и поиграть с распределением рисков. Вот, допустим, у нас в российском праве появилась статья 406 Прим. 1 ГКРФ, это возмещение потерь. Это интересная конструкция, которая связывается с Голососовским институтом Индемнити, статья 406 Прим. 1 ГКРФ. То есть это не возмещение, это именно потери, потому что потери не связаны с нарушением договора должников. То есть такие потери могут возникнуть из актов госорганов, из действий третьих лиц, либо из ситуации, связанных с невозможностью исполнения, а невозможность исполнения может быть обусловленной от краски, прежде всего, чем форс-мажор. Поэтому стороны могут принять риски наступления таких обстоятельств и принять на себя обязанность контрагенту к потере возместить, но уже не в рамках ответственности, а в рамках института возмещения потерь. Но это, скажем так, самостоятельная тема вопроса возмещения потери соотношения с убытками. Поэтому подробно остановиться я не буду. По этому материалу можно много рассказывать, лишь только говорю, что наша сама по себе редакция статьи 406 Прим. 1 ГКРФ получилась изначально текстуально очень неудачно, в долегляторах. То есть, скажем так, наши разработчики почему-то указали, что суд может оценивать размер возмещения потерь только в том случае, если докажет наличие умысла кредитора в их возникновении в увеличениях размера, что явно очень затруднительно. И получилось так, что у нас возмещение потерь стало каким-то некомпенсационным инструментом. Хотя по английскому праву, indemnity, это строго компенсационный институт, еще более компенсационный даже, чем возмещение убытка. Но, скажем так, данная норма, она была откорректирована судебной доктриной. Вот в пленуме номера 7 об ответ за нарушение обязательств отмечается, что при взыскании указанных потерь необходимо, чтобы кредитор доказал их размер, то, что они возникли об основах размер и причинно-следственную связь установил, доказал, что имеют место быть обстоятельства, с которыми стороны связали возникновение, и что именно такие обстоятельства, чтобы условия возникновения указанных потерь в целях их компенсации. Тем самым Верховный суд вернул категорию возмещения потерь в сферу компенсационности, потому что позиция законодательства очень крайне неудачная, потому что она, по сути, порождала опоры для недобросовестности. Ну и, соответственно, вот у нас есть такой инструмент, опять-таки, переоспределение доказательных рисков посредством возмещения потерь. Статья 406, прямая ГКР. Вот если, допустим, в качестве примера указать на то, как происходит сейчас развитие в мире доктрины форс-мажора, допустим, можно от Европы перебежать, допустим, в Дальний Восток, Корея, развивается параллельно доктрина. То есть корейцы испытывали на себе мощную воздействие со стороны германской цивилистики, вот во многом они остаются в рамках данной матрицы. У них нет в законе ВК Корея доктрины форс-мажора текстуально, судебная доктрина признает, выработаны подходы, что это обстоятельство вне контроля стороны договора, что страна не могла предвидеть, предвратить такие обстоятельства, несмотря на наличие разумных мер. Ну и, собственно, считается, что у корейцев более высокие пороговые значения форс-мажора, хотя, если сравнивать с нашей судиной практикой, даже, честно говоря, более мягкие. Ну и, собственно, традиционно, затруднительность в исполнении договора в качестве форс-мажора не рассматривается. Ну, допустим, в качестве форс-мажора корейские суды признавали столкновение судна с подводным неизвестным объектом. То есть это бы не было предвидимо. Наше российское право это бы не стало бы квалифицировать и близко в качестве обстоятельств форс-мажора. У нас, допустим, была ситуация, связанная с нарушением договора хранения, когда погиб в пожаре товар передан на хранение. Речь шла о пожаре максимальной степени тяжести, получается. К его пожару там были привлечены большое количество расчетов и вертолетов. СУС сказал, что с ума по себе характеристика пожара, высокие пороговые значения, степень сложности, наличие необходимости привлечь вертолеты и кучи бригад для тушения, еще не означает, что речь о непредвидимой силе. Хотя в типовых оговорках указывается, что пожар само по себе относится к форс-мажорным, получается, обстоятельствам. Вот, допустим, выпадение рекордных осадков. Это может, по нашему тоже праву, квалифицироваться в качестве форс-мажорного псалисса. Такие примеры положительной судебной практики будут, в том числе, которые приводят, допустим, к павдикам. Правительственные запреты тоже, по нашему праву, могут быть рассмотрены в качестве форс-мажорного псалисса, естественно, как и, допустим, в корейском. То есть получается, что по отдельным примерам, позициям даже корейской датрины помягче, чем наши. Ну, допустим, в этой связи симптоматично данный интересный пример, который был связан с недавним решением суда Сеула, решила о том, что возник спор между арендатором и рядодателем. Арендатор выступал, ну, условно говоря, ювелир, то есть владелец ювелирного магазина, расположенного в таком активном местечке Мендон в Сеуле. Я там бывал, очень такая, мягко говоря, оживленная, получается, улица такая торговая. Там было полно, раньше много туристов. Потом наступила пандемия, и туристов не стало, не стало покупателей, и на 90% упали продажи арендатора, поэтому не смог уплачивать аренду и плату. Сослался на оговорку о форс-мажоре, и, собственно, потом, в июне заявил о прекращении договора о аренде. Договор содержал в себе оговорку о форс-мажоре. Там она предусматривала возможность прекращения терминации договора, если было препятствие в осуществлении бизнеса, если такое препятствие длилось больше 90 дней. Соответственно, в таком случае, если имеют место быть обстоятельства форс-мажора, к которым относятся, но не ограничиваются такие обстоятельства, как изменение в праве, допустим, там, изменение, там, городской застройки, получается, пожары, наводнения, потом волнения, то в течение 30 дней необходимо сделать уведомление контрагента, и договор, получается, прекращается, если препятствие действия более 90 дней. Ответчик возражал, ссылаясь на то, что по текстуальному смыслу оговорки, то есть упорно сделанного утолкования, что, в частности, относился, прежде всего, к осуществлению, какие обстоятельства – это пожар, наводнения, беспорядки, то есть те обстоятельства, которые препятствовали арендатору занимать помещение, пользоваться ним. А здесь таких препятствий не было. При этом даже не были введены правительственные запреты, связанные, скажем так, с локдауном. То есть, условно говоря, данный ювелирный магазин продолжал работать, в принципе, действия, только просто причина была в том, что продажи упали на 90%. Поэтому само по себе ухудшение показателя не является форс-мажором. Но суд посчитал, что, в принципе, это может быть квалифицировано в качестве форс-мажора, упор сделан, опять-таки, был в начале утолкований, то, что положение было устолковано именно в пользу ИСА по той причине, что было препятствие в осуществлении бизнеса. Суд посчитал, оно было. Поэтому, раз у нас, прежде всего, здесь полагался на иностранных туристах, как основной источник дохода, было падение продаж на 90%, не было возможности предвидеть, получается, пандемию, никаким образом не было возможности предвидеть пандемию, то, соответственно, здесь имеет место быть форс-мажорное обстоятельство. Ну и, собственно, такой риск не может быть отнесен как бы у любого из контрагентов. Ну и, собственно, суд указал, что даже если нельзя было применить ГЛОКО форс-мажора, здесь можно было применить доктрину существенных изменений обстоятельств. То есть в этой связи важно то, что в германском праве, в астрийском праве, в корейском праве, основной упор делается на, к сожалению, так, в учете изменения обстоятельств, это проявление доктринного коллозула «Ребус секстантибус», в случае сейчас изменения обстоятельств, как последовавшая невозможность исполнения. То есть данная доктринная, она более разработана в их праве и присутствует непосредственно в тексте закона. Вот я уже упоминал оговорку ICC о форс-мажоре. Это оговорка Международного торгового палата. Она во многом аккумулирует опыт, накопленный в сфере лекс. Меркатория применительно к учету форс-мажорных обстоятельств. Необходимо, конечно, отметить, что формально такая оговорка применима только в том случае, если контрагенты в самом тексте договора сделали на нее ссылку на эту публикацию Международного торгового палата. Вот мы на прошлом занятии упоминали оговорку типовой ICC о харч, по изобретительности в исполнении, а это получается типовая оговорка форс-мажоре, но они вместе были публикованы. Эта оговорка дается в редакции 2020 года, март, потому что ее, скажем так, адаптировали к пандемии, но пандемию, прежде всего, включили, получается, в перечень обстоятельств. Вот здесь видно, что имеет место быть формулировка, напоминающая французский гражданский кодекс. То есть здесь форс-мажор трактуется как обстоятельство, получается, которое препятствует стране в исполнении обязательства, и получается такое препятствие для затронутой стороны, именно затронутой стороны применительно к исполнению договора, было вне его разумного контроля. То есть первый элемент теста, то, что для затронутой стороны, для которой имеет место быть препятствия в исполнении обязательств, такое препятствие было вне его разумного контроля. Первый элемент теста, второй элемент. Такое препятствие могло быть разумно предвидимо в момент заключения договора. И третье, чей эффект нельзя было преодолеть. То есть эффект данных обстоятельств, затронутая сторона, не могла разумно преодолеть путем принятия следующих разумных мер. То есть трехступенчатый получается тест, то есть препятствие контроля, оно непредвидимо и чей эффект нельзя было преодолеть путем принятия разумных мер. Это по сути классические элементы теста форс-мажора, которые сейчас сложились как в лекс-меркаторе, так и в правопорядках. По-хорошему сейчас мы обратимся, допустим, к нашей позиции верховного суда, тоже там сплошные параллели можно привлечь. Ну, только тут возможность предвидения у нас немножко не стыкуют зачастую. Хотя вот на примере, допустим, постановления западно-сибирского округа мы видели, что при предвидимости субъект принимает на себя риск. Ну и собственно определение форс-мажора указывает на более низкий порог, чем абсолютно невозможность исполнения. Но самое интересное, что в этой типовой оговорке есть два вида форс-мажора. Есть просто форс-мажор, а есть презумированный. То есть для просто форс-мажора необходимы все три элемента теста, а для презумирования не требуется, что препятствие должно быть вне контроля и что должно быть непредвидимо не исключение договора. То есть стране нужно только доказать третий элемент теста, что ничего не могло противопоставить действия таких обстоятельств. Что же относится к презумированному форс-мажору, который не требует установления первых пунктов теста, То есть пункта А, пункта Б. То есть не надо доказывать, что оно непредвидимое и что оно в неразумном контроле. То есть нужно доказать, что вы ничего не могли противопоставить действительным обстоятельствам. Вот получается перечень резюмированного форс-мажора. И в нашей ситуации, что нас интересует прежде всего. Ну, война объявлена, не объявлена, акты врагов, вторжения, военная мобилизация и так далее. То есть широкая трактовка войны, боевых действий, враждебных акций. То есть самая широкая трактовка. Потому что одно время некоторые суды и некоторых юрисдикций трактовали войну узко. Только как объявленную войну. А сами по себе боевые действия не рассматривались форс-мажором. Здесь видите, и война и такая, и такая объявленная, не объявленная. Акты врагов и прочие моменты. То есть у нас, допустим, между Россией и Окраиной сейчас фактически, до юра, получается, война не объявлена. Но есть, скажем так, специальные военные операции с нашей стороны. А с их стороны тоже есть враждебные действия. Почему? Потому что постоянно прилетают снаряды по нашей российской территории. Были заходы вражеских летательных аппаратов, получается, беспилотников. Самолеты заходили на территорию вертолета, получается. Саряды прилетают. То есть это тоже может быть квалифицировано в качестве форс-мажора. Потом торговые и валютные ограничения, эмбарго, санкции. Это презумирует форс-мажор. Ну вот недавно у нас была эпидемия, получается. Они тоже были рассмотрены в одной линии с природными бедствиями. Natural disaster. Природное естественное бедствие, стихийное бедствие. Это тоже как бы в одном ряду с эпидемией. Их прямо включили в типовой форс-мажор. То есть здесь только нужно доказывать третий элемент пункта, что нельзя было преодолеть разумными мерами действия данных обстоятельств. То есть не нужно доказывать, что они вне контроля. Не нужно доказывать, что нельзя было их разумно предвидеть на заключение договора. Нужно только доказать, что субъект не мог ничего противопоставить действиям таких обстоятельств. И вот, собственно, тест форс-мажора, примутленный в сфере Lex Mercatoria, он у нас четырехступенчатый тест форс-мажора. То есть здесь у нас, видите, сформулирован четырехступенчатый тест. По сути, к указанным трем элементам теста, которые мы сейчас рассматривали, добавляется еще причинность. То есть внешний характер, то есть вне контроля, получается невозможность избежать данные обстоятельства, невозможность их предвидеть. И то, что должны быть как раз-таки установлены связи между действием данных обстоятельств и невозможность исполнения обязательства. То есть должна быть установлена причина связи с связи с связи с. Отмечается, что это кондициус и не кванон, то есть используется так называемый тест причинности. Англосаксы называют его but for causation. А мы, европейцы, называем его кондициус и не кванон, теория необходимого условия. То есть здесь, понятное дело, что мы можем уйти подальше от концепции ближайшей непосредственной причинности. Вот концепция непосредственной ближайшей причинности. Здесь мы рассматриваем, является ли действие форс-мажорных обстоятельств необходимым условием кондициуса и не кванон, без которых бы не наступили бы данные неблагоприятные последствия. Ну вот, соотношение теории кондициуса и не кванона, необходимого условия, теории непосредственной ближайшей причинности, как вроде бы любимой нашими отечественными правоприятиями, можно на следующем примере из судебной практики, правда деликтной. Вот в свое время, в 2011 году было принято информационное письмо президенту высшего ветражного суда по практике применения статьи 1069 ГКРФ, то есть привлечение Российской Федерации за вред, причиненный должностными лицами и госорбанами. Там ситуация населилась следующий характер. Из-за противоправного бездействия пристава-исполнителя должник смог, скажем так, перечислить денежные средства, находящиеся на его расчете, получается, другим лицам, и теперь получается у него отсутствуют уже денежные средства на счете должника. Тем самым кредитор не смог в рамках эксплуатационного производства обратиться, скажем так, в взыскание, получается, на указанные денежные средства, хотя он информировал пристава-исполнителя о том, что данные денежные средства есть на соответствующем счете. Он мог бы оперативное действие наложить бы арест на указанные денежные средства, и решение в этой части было бы исполнено в размере той суммы, но он бездействовал. И получается, что поначалу первая инстанция в иске отказала по той причине, что сами действия должника, а не пристава-исполнителя, стали причиной неисполнения судебного решения. Поэтому здесь суд, применив теорию непосредственно ближайшей причинности, в самой любимой правоправительной выиске, получается, отказал. Апелляция решения суда первая инстанция отменила, указала, что если бы пристав не бездействовал, то и должник ничего не смог бы сделать, поскольку если бы на денежные средства был бы наложен арест. То есть бездействие пристава было чем? Необходимым условием, кондиция сониклонного. То есть немножко подальше ушли в анализ, что называют, ретроспективы, и нашли, собственно, этот необходимый условие, без которого последствия бы и не наступило. То есть именно вот эта вот теория, как основная теория в рамках континентальной цивилистики по установлению практической причинности, она используется для, скажем так, фурс-мажорных обстоятельств, в классическом тесте получается Алекс Меркатория. Ну и здесь я уже останавливаться не буду, что принципы Медроа схожим образом трактуют категорию фурс-мажор непределимой силы по сути таким же образом, как и в типовой оговорке ICC. Аналогичным образом трактуется, получается, это и правила фурс-мажора и Венской конвенции. При этом отмечается, что здесь необходимо, что еще важно, что должник обязан предпринимать действия по минимизации потерь кредитора и в том числе должен направить уведомление контрагента о том, что наступили фурс-мажорные обстоятельства. Тем самым, получается, поведение должника должно быть сотрудничаем, направлено на минимизацию потерь. У нас есть любопытный акт торговой промышленности по этой России, посвященный вопросам всеведствования фурс-мажорных обстоятельств, потому что ТПП может выдавать сертификаты. Но необходимо отметить, что сертификат о фурс-мажоре имеет значение доказательства, конечно, но сам по себе ничего еще не утверждает. По той причине, само по себе наличие сертификата, выданного ТПП в фурс-мажоре, еще не освобождает контрагента от ответств, потому что суд будет оценен в каждом конкретном случае отдельно. Есть здесь фурс-мажор, либо его нет. По той простой причине, что фурс-мажор не универсален. В каждом случае он уникален к каждому конкретному договорному спору, потому что необходимо установить именно вот эту причинно-следственную, в том числе, связь четвертой линии теста. Допустим, пандемия, например, введенные ограничения, допустим, либо введенные санкции нашими партнерами. Затронули ли исполнение вашего обязательства? Есть ли причина-следственная связь между действием тем и тем, что нет возможности исполнить обязательства? Или просто должник не хочет отнести дополнительные траты, например, закупать этот же товар, допустим, у другого контрагента в другой стране, учитывая то, что сейчас у нас разрешен параллельный импорт. Наконец-то мы опять-таки пришли к выводу, что нужно легализовать параллельный, получается, импорт. Соответственно, ну вот здесь, что интересно, в этом положении ТПП у нас к фурс-мажору установлены критерии, опять-таки, чего? Непредвидимости. То есть помимо чрезвычайности непредвратимости, что указано в БКРФ, здесь виден еще критерий непредвидимости. И сама по себе формулировка, она напоминает, получается, тест ICC. То есть это чрезвычайно непредвидимые, непредвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных контрактов обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении договора, либо избежать его преодолеть, а также находящиеся в неконтроле. Есть, видите, примерный перечень, открытый, к которым относятся те обстоятельства, которые указаны, опять-таки, в типовой оговорке ICC. Ну и, собственно, к непредвидимой силе не относятся, что нарушение обязательств вашими контрагентами, отсутствие денег, отсутствие товаров, изменение валютных курсов, девальвация валют, финансовые кризисы. То есть это, получается, как бы общие последствия, связанные с общими рисками, в которых существует вся, получается, коммуника. Ну и, соответственно, в этой связи с людьми, то, что у нас форс-мажор должен всегда быть внешним обстоятельством. Поэтому, если речь идет о сфере контроля конкретного должника, то здесь это никогда не будет ни случаем, и тем более ни форс-мажором. Но здесь была ситуация, когда договор, в принципе, освобождал экспедитора от ответственности за то, что он выдаст товар получателю, а получателю был с поддельными документами. То есть здесь, вроде бы, это освобождение от ответственности, получается, контрагент, то есть я сказал, нет, извините, осуществляя, принимая такую деятельность, общество самостоятельно определяет, какие мероприятия документов для него будут достаточными. Поэтому он сам принимает на себя риск, если он такие установил стандарты проверки документов, которые позволяют выдавать груз по поддельным документам. Поэтому здесь такие оговорки в договоре не освобождают ответственности экспедитора. То есть здесь видно как раз-таки жесткий подход отечественных судов к перевозчикам, к экспедиторам, принятым к стандартам их ответственности. Ну вот наш Верховный суд примитно к непредалимой силе отмечает, что данная обстоятельность должна носить чрезвычайно непредвратимый характер. То есть это исключительные обстоятельства, наступление которых не является обычным в конкретных условиях. То есть здесь чрезвычайность и непредвратимость при данных условиях, то есть и относительность к критериям непредалимой силы. Ну и получается непредвратимость, она оценивается с объективных критериев, что не просто должник данный конкретный, но и любой субъект, осуществляющий аналогичную деятельность, ничего не могу не противопоставить действиям данных обстоятельств. То есть то, что зависит от воли, от воли стороны обязательства и боевого действия, это сфера его контроля обстоятельствам непредалимой силы не может быть. Это должно быть вне контроля, допустим, как ситуация с проверкой документов. Соответственно, здесь получается у нас Верховный суд сформулировал три критерия непредалимой силы. Это чрезвычайность, непредвратимость и относительность. Ну и в этой связи тоже гармонизация с ICC, то, что само по себе действие этих обстоятельств не прекращает обязательства, если возможно исполнение поступков, как будут обстоятельства. Но если утрачен интерес, то тогда возможна терминация договора. Договор может содержать в себе конкретный период времени, по истечении которого обязательство может быть прекращено. Но в практике гражданского оборота, как правило, это два либо три месяца указывают контрагенты в оговорке форс-мажоре. Наша судебная практика тоже подтверждает данное правило, что если указан срок по истечении, допустим, двух месяцев и продолжать действие обстоятельства, заинтересованная сторона может заявить о прекращении договора. Но и должник обязан предпринимать меры по минимизации убытков, то есть обязанность по митигации, по уменьшению убытков тоже есть, получается, в нашей судебной доктрине, и в том числе обязанность по уведомлению контрагента. Вот в части того, можно ли было квалифицировать форс-мажор применителя к пандемии, здесь, видите, Верховный суд отметил, что это не универсальная категория, не может быть универсальна, примета каждому конкретному делу. Поэтому даже не скорее пандемия, а принятые акты властей будут рассмотрены в качестве непределимой силы, но нужно оценивать каждую ситуацию отдельно, то есть не универсальная трактовка. Поэтому, если есть сертификат ТПП, это еще не о чем не говорит, это просто, скажем так, доказательство, которое будет оцениваться судом. Суд будет искать критерии форс-мажора данной конкретной ситуации, и в том числе причинно-следственная связь между действием форс-мажорных обстоятельств и наступившим, получается, невозможность исполнения. Если это не будет установлено, тогда, получается, лицо не будет освобождено от ответственности. Что интересно в этих разъяснениях, то, что здесь немножко, опять-таки, пробили текст закона. По той причине, что у нас формально отсутствие денег в силу прямого указания ГКРФ императивно не является форс-мажором, но вот здесь немножко, скажем так, контролегом, то есть против буквального толкования закона, заняло позицию в Верховном Союзе, очень любопытно, потому что если отсутствие денег вызвано действием ограничительных мер, ну, допустим, организация, она аж относилась к числу наиболее пострадавших, там были введены, получается, локдауны, например, в отношении такой организации, организация фактически, допустим, несколько месяцев, например, не работала, и вот отсутствие денег по этой причине может наступить, поэтому здесь это может быть квалифицировано в качестве форс-мажорных обстоятельств. То есть в этой части отсутствие денег уже стало фигурирует в качестве форс-мажора. Вот если интересно, пойдем ли мы на отсутствие товаров на рынке рассматривать в качестве форс-мажора, учитывая санкционную нагрузку, которая ударила по нашей экономике, потому что по многим товарным позициям, конечно, наблюдаются очень большие проблемы, даже несмотря на разрешенный параллельный импорт. Но прямой пока позиции Верховного Суда в этой части нет, наоборот, наблюдается пока негативная тенденция, что остается трактовка, как по ГТР, что отсутствие товаров не квалифицируется в качестве форс-мажора. Ну вот тест с форс-мажором тоже дополнительный критерий здесь есть в этом антиковидном обзоре Верховного Суда, что необходимо учитывать наличие продолжительности обстоятельств непределимой силы, наличие причинно-следственной связи, получается, опять-таки, видите, между невозможностью исполнять действия обстоятельств, непричастность стороны к созданию обстоятельств непределимой силы, непонятно, удачная формулировка, но, скажем так, непричастность, потому что это именно препятствие в неразумном контроле субъекта, то, что это не сфера операционного контроля должника, а внешнее по отношению к нему обстоятельства. Ну и, собственно, добросовестное принятие разумно ожидаемых мер для минимизации рисков. То есть в этой связи, опять-таки, стандарт форс-мажора, он достаточно гармонично сочетается с тем, что выработано в сфере лекс-меркатуре. Вот какие вопросы традиционно в сфере лекс-меркатуре нужно устанавливать при рассмотрении вопросов о форс-мажоре? Но, учитывая то, что во многих странах нету легальной доктрины форс-мажора на такой существе в виде оговорок, всегда делаются упор на толкование оговорки, втискивается ли данная конкретная ситуация в текст договора. Потом, второй аспект. Могли ли стороны предвидеть данные обстоятельства? Третий аспект. С. Именно создало ли данное обстоятельство препятствие для исполнения обязательства? Д. Имелись ли в данной ситуации меры, принятые, скажем так, связанные с их преодолением этих бредоносных обстоятельств, препятствующих исполнение? Потом, важное обстоятельство, связанное с тем, что страна, стремящаяся использовать оговор о форс-мажоре, должна уведомить контрагента. Притомить меры по минимализации потерь и уведомить контрагента о том, что наступили форс-мажорные обстоятельства. Ну и важное обстоятельство, нужно смотреть на текст договорки. Это тоже приведено к нашему архивистскому правилу, сходя из толкования с 7-м пленумом и вот этим антиковидным обзором практики за 21 апреля 2020 года. То, что позволяет ли такая оговорка прекратить договор. То есть, в данной ситуации у нас просто имеет место быть, скажем так, временная защита для должника, для него это легальная просрочка. Либо затронутая сторона, скажем так, может столкнуться с позиции кредитора, что кредитор утрачивает интерес в исполнении, заявляет о терминации прекращения договора. Ну вот в этой связи, допустим, применительно к англосаксонской, скажем так, доктрине, трактовке оговорок, стоит отметить, что обычно они не дают расширительное толкование оговорок. Рассматривать ее узко. То есть, условно говоря, если обстоятельство не включено в перечень форс-мажорных, то тогда оно не рассматривается в качестве исключающего ответственность должника. Но данный пример я позволю пропустить, потому что не так много времени, не столь принципиально. Вот в этой связи представляет большой интерес. Данный забавный пример, потому что это решение 22-го года, Верховного суд Нью-Йорка. Здесь заметно расширение трактовки форс-мажора в англосаксонской, получается, практики. То есть, они тоже вынуждены адаптировать, получается, форс-мажор к изменяющейся реалиям. То есть, происходит отход от жесткого буквального толкования оговорок в сторону его расширительного. Но здесь, правда, что получилось? Здесь оговорка в форс-мажоре содержала в себе указания на так называемые стихийные бедствия. Но самое интересное, что был перечень форс-мажора, в том числе стихийные бедствия. Но прямо оговорка носила, в кавычках они называют, всех хватающих характер, потому что она допускала возможность решить на, скажем так, толкование, потому что и иные обстоятельства, схожие с указанными, могли рассматриваться почти форс-мажора. И вот здесь непосредственно оговорка не содержала указания на пандемию либо эпидемию, как форс-мажоры написали собой, а только указания на стихийные бедствия. Вот поэтому контрагент и стал ссылаться на то, что его нужно соблюдать ответственность, потому что пандемия COVID-19 является стихийным бедствием. Должник возражал, что это может быть и не стихийные бедствия, по той причине, что есть теория заговора, что, скажем так, COVID-19 произошел, соответственно, еще белая была артуре, поэтому как бы это еще не доказано, что это стихийное бедствие. Но суд согласился с позицией, получается, должника, ответчика, посчитав, что в данном случае можно согласиться, что эпидемию широкое слово можно отнести к стихийным бедствиям. Ну, как бы в оговорке ICC это в одном ряду, они идут в одной строчке, как бы явление эпидемии и стихийное бедствие. Поэтому, учитывая, скажем так, то, что оговорка допускала возможность иных обстоятельств, они позволили квалифицировать эпидемию в качестве форс-мажора. Но здесь видно именно, как трудно со скрипом это происходит. То есть, если для нас более понятна ситуация, что у нас есть легальная доктрина, и у нас есть критерии форс-мажора, которые выработаны законодательным и соответствующей судебной доктриной, там, получается, упор делается именно на трактовку оговорки. То, что такие обстоятельства должны быть предвидимы. Ну вот, в частности, мы с вами уже разбирали пример из нашего постановления Западно-Сибирского округа, что было предвидимо нашествие капустной моли, поэтому субъект, вступив в контракт на авантюру, принял риски на себя. Для англосаксонской цивилистики это тоже получается традиционный тезис, что если в момент заключения договора было предвидимо, что будут боевые действия, будет война, то есть утром он указал, что договор был заключен незадолго до атаки японцев на Пер-Харбор. В Европе уже война бушевала не первый год, поэтому, соответственно, заключая договор, страна принимала на себя предвидимые риски, связанные с тем, что могут быть проблемы с морскими перевозками в условиях боевых действий. Тем самым посчитаю, что здесь нельзя ссылаться на форс-мажор, потому что это было предвидимо. То есть накануне Пер-Харбора было очевидно, что война не за горами и для Соединенных Штатов Америки, и в том числе активность, враждебная активность подводных водок, она имела место быть как в Тихом океане со стороны японцев, так и в Атлантике со стороны, получается, фашистской Германии. Есть вообще забавный пример азаксонской практики, который вообще сказали, что для Ближнего Востока, где война идет на протяжении последних тысячелетий, вообще нельзя ссылаться на боевые действия, поскольку это все получается предвидимо. У нас в российской судебной практике, в принципе, вроде бы поначалу аспект предвидимости, он как бы не учитывался, хотя мы видели уже примеры, допустим, постановление запады Сибирского округа, пока про Капусту, нам интересного забрали, в положении ТПП прямо говорится, что это непредвидимо должно быть обстоятельство. Вот здесь, допустим, симптоматичная, например, позиция арбитража Абринской области в части того, что заключая договор 1 апреля, когда уже были введены все ограничительные меры, уже нельзя ссылаться на форс-мажор, потому что стороны знали, в какой обстановке заключают договор и приняли на себя риски и исполняли обязательства у этих новых изменяющихся условий. То есть форс-мажор здесь не универсален, действия локдауна и введенных ограничений в связи с эпидемией, пандемией, ну и, соответственно, субъект принимает на себя риски, действия в условиях таких ограничений. То есть меры были в Брянской области введены 17 марта ограничительные, то есть две недели спустя в Брянской области заключается договор. То есть, понятное дело, контрагент полностью осознает ту обстановку, в которой он оказался, и принимает на себя соответствующие риски при исполнении договора. То, что это должно быть препятствие против исполнения договора, ну, понятное дело, это очевидно. Вот здесь, допустим, санкционный пример определения в Верховном Суда 2019 года, но еще, скажем так, с теми санкциями, которые давно вводят наши непартнеры в отношении РФ, то есть уже давно после Крымской весны пошли активно применять санкционные пакеты в отношении России, то есть Россия сейчас является рекордсменом по санкциям. Вот у нас сегодня, то есть очередные, допустим, санкции, видны в отношении МКБ, Росельхозбанка, Сбербанк, их от СИФТ отключили, допустим. То есть, получается, наша страна лидер рекордсмен по санкционным ограничениям, и уже давно наша экономика столкнулась с этой ситуацией. Но вот, допустим, была у нас уникальная ситуация, что для производства боевых самолетов, оказывается, нужны были модули и оборудование, искатываемые в странах НАТО. Вот, слава богу, наши непартнеры заставили нас заниматься импортозамещением. А то, допустим, штурмовики Сухого заменятые легендарные грачи летали вместе с тепловизионными модулями производства Франции. То есть потребовалась замена, получается, на импортные аналоги китайские, условно говоря, это изменение, получается, документацию, соответственно, техническую, то есть легальная отсрочка. Поэтому здесь квалифицировали это почти непосредственно форс-мажор и введение таких санкционных ограничений на поставку товаров двойного военного назначения. Еще одно определение Верховного суда связано уже с атомной отраслью. Речь шла о тоже уникальном оборудовании, то есть манипуляторах, которые выпускаются германскими компаниями для нужд атомной отрасли, получается. Соответственно, здесь российская компания закупала данные товары в германской компании и поставляла на производственное объединение МАЯК, легендарное, получается, предприятие атомной отрасли. Соответственно, германский регулятор ввел запреты на поставки продукции военного назначения, поэтому, соответственно, вывести такой товар уже в сертификат Германии представлялось возможным. Страна заявила форс-мажор. Соответственно, кредитор, согласно тому, что не было представлено сертификат по Германии, о том, что иметь место быть в форс-мажор суд, сказал, да, здесь наличие и отсутствие сертификата не принципиально, что интересует. Является ли данная обстоятельства чрезвычайно непредотвратимым при таких условиях? Является. Исполнить договор можно, нет. Есть причина следственной связи, есть. Между такими обстоятельствами невозможность исполнить договора. Поэтому должника ответственности освободили. При этом, самое что интересно, в принципе, на тот момент еще не ввела аналогичные санкции Швейцарии. Можно было закупить швейцарский аналог. Но договор это не предусматривал. И здесь немножко тоже суд занял консервативную позицию. Раз договор возможность замены не предусматривал, тогда это не было квалифицировано в качестве разумных мер по преодолению форс-мажор обстоятельства тем, что нужно было закупить швейцарское, получается, оборудование. Договором это не было предусмотрено. Но применить такая ситуация вполне корректна. Почему? Потому что речь идет именно об оборудовании с уникальными свойствами, обладающими специфическими возможностями. То есть это не просто, грубо говоря, закупка кондиционеров для охлаждения воздуха в квартиру, либо, например, какой-то бытовой техники, либо бытовой оргтехники. Здесь речь идет об манипуляторе, который будет использоваться радиоактивными материалами. Уникальное оборудование, которое выпускается только отдельными компаниями. То есть нужно было согласовывать параметры, соответственно. То есть, условно говоря, правда, нужно было оценивать все-таки, уведомлял ли контрагент должник кредитора о том, что он не может поставить манипулятор, и о том, что есть возможность замены. И если бы кредитор наставил на возможность закупки у швейцарцев, вот это нужно было бы уже, в принципе, более внимательно оценивать. Но суд, условно говоря, остался на формальной позиции о том, что раз договор не предусматривал, значит, соответственно, здесь имеет место быть, может, контрагент от ответственности освободили. Вот здесь, допустим, ситуация, тоже уже недавний пример определения Верховного суда, связанная с тем, что не было именно препятствия в исполнении договора по той причине, что да, у нас не мог вроде бы огрузить по причине локдауна контрагент оборудования, но суд какой бы сделал, что это возможно было создать такие обстоятельства только в течение ограниченного периода времени, потому что на территории Вологодской области ограничения действовали только лишь с 30 марта по 8 мая, до локдауна. И оставалось еще 80 дней, с 12 мая по 30 июля срок действия исполнения по договору, для того, чтобы договор исполнил, чтобы закупить, получается, данное оборудование у, соответственно, производителя и поставить его покупателю. Поэтому отсутствие причины следственной связи между локдауном и непоставкой товара. То есть, если бы локдаун действовал в течение всего срока исполнения договора, это была бы одна история. А здесь, получается, локдаун действовал только лишь на протяжении, ну там, условно говоря, примерно 40 дней с 30 марта по 8 мая. Это период форс-мажора. А потом с 12 мая, получается, по окончанию выходных дней и по 30 июля предельный срок исполнения обязательства уже форс-мажора не было. Поэтому и здесь ссылаться на него нельзя. Нету причинно-следственной связи между действующими обстоятельствами форс-мажорными и неисполнением договора между контрагентами. Вот в части преодоления последствий форс-мажора есть симптоматичный прецедент, который хочу непосредственно разобрать. Ну, сначала, допустим, английский прецедент здесь коротко. В 2020 году было вынесено интересное решение, что в принципе оговорка форс-мажора предусматривала то, что волнение и пожары могут рассматриваться в качестве форс-мажорного обстоятельства. Волнение и пожары. Ну, и в результате волнения и пожаров в краске сгорел склад, в котором хранились товары, получается, из са-кредитора. Должник, водитель склада заявил о том, что был форс-мажор, был поджог. В результате, получается, волнение этого склада и сгорело имущество. Су сказал, в принципе, да, это можно было бы квалифицировать в качестве непредвидимого обстоятельства, но не были сделаны соответствующие меры по предотвращению, получается, допустимости поджогов. То есть это можно было обстоятельства сдержать путем принятия соответствующих мер. Поэтому, раз не были приняты соответствующие меры по безопасности объекта, то в данном случае ссылаться на форс-мажор не представляется возможным. Соответственно, вот здесь тоже наш Верховный суд экономической коллегии отметил, что, допустим, да, нельзя было со временем вернуть контрагентов вагонные цистерны, по той причине, что подъездные пути необщих пользу были загромождены вагонами иных лиц. Ну, суд как сказал, да, с одной стороны вагоны летать не могут, то есть они движутся по рельсам, но учитывая то, что можно было наладить взаимодействие с вашими контрагентами, с иными лицами, которым принадлежат участки, ждуй пути необщих пользу, чтобы обеспечить своевременный возврат вагонов. Поэтому вроде бы вагоны не летают, но раз не было налажено должного взаимодействия, это в сфере контроля должника было. Это ваша проблема. Вы должны были обеспечить своевременный возврат, договорившись с иными лицами, которые используют данные пути необщих пользу, чтобы имело возможность своевременно прогону получать с железнодорожного состава. Раз этого не было сделано, значит, соответственно, субъект несет ответственность. Хочу внимательно просто остановиться на данном симптоматичном решении по этой причине, что сейчас активно его комментируют в иностранной, скажем так, литературе, ну, прежде всего, практикоориентированной. То есть, словно говоря, адвокатские крупнейшие фирмы Запада сейчас активно комментируют данный прецедент, вот этот вот получается, который был вынесен буквально накануне начала спецоперации России. Спецоперация России по по геннексификации Украины. Ситуация носила следующий характер. Был заключен договор перевозки бокситов из Африки на территорию Николаевской области, пока это еще территория Украины. Сейчас посмотрим, что там будет дальше, соответственно. И договор был заключен в 2018 году. Самое, что интересно, что грузоотправитель фрахтует данное судно, скажем так, опосредственно подпал под санкции, потому что грузоотправитель был дочерней компанией. И дочерняя компания, скажем так, имела связь по ходу инграструктуры с материнской компанией, а материнская российская компания подпала под санкции США запрет на расчеты в долларах. И судовладелец отказался осуществлять погрузку, указав, что раз материнская компания под санкцией распространяется на дочернюю компанию, и раз договор предусматривал расчеты в долларах, в долларах США, то, учитывая запрет на расчеты в долларах США для интереса компании, опосредственно распространяется на дочернюю, у дочерней мог быть проблемы с расчетами долларов США, поэтому они отказываются исполнять договор. Дочерняя компания была вынуждена привлечь альтернативный тоннаж, скажем так, другие суда привлечь, там понести бывшие убытки, она предъявила данные убытки в лондонский арбитраж с иском взыскания. Самое, что интересно, что ответчик совался на форс-мажор, то есть введены санкции, и он указал, что раз на материнскую компанию распространены ограничения, это распространяется, по сути, посредственно дочернее, эти трансфональные получаются санкции, и расчетов в долларов не будет, потому что, понятное дело, что любые расчеты идут через банки корреспондента из доллара США, которые расположены в США. Ну и, соответственно, самое, что интересно, я уже сокращал немножко материал, не буду показывать другие там слайды, хотя, в принципе, я могу переключить. То есть, скажем так, арбитраж вынес решение в пользу нашей компании. По той причине, да, признал, сами по себе санкции являются форс-мажором, но российская компания что предложила? Голландская компания, судовладельца, рассчитаться в евро. Предложила другую валюту. Наша компания предложила ей, голландская компания, евро. И указала, что принимает на себя все риски и расходы, связанные с переводом суммы в евро в доллары США. И лондонский арбитраж, скажем так, как в Третьейский суд, указал, что да, вроде бы имеет место быть форс-мажорное обстоятельство, но были легкие разумные меры по их преодолению. Вы могли просто принять платеж в евро и потом просто перевести его в доллары США. При этом контрагент принял на себя все ваши риски, расходы и комиссии по этой транзакции. То есть для вас никаких проблем не было, учитывая то, что коммерческий суд Англии, в Лондоне уже, куда была подана апелляция, занял интересную позицию. Он занял жесткий тезис, что раз речь идет об исполнении в долларах США, никакой форс-мажор, никакие разумные меры не должны были быть связаны с принятием исполнения непредусмотренного договора. То есть у жесткого очень встала на позицию пакта Сонсерванта. То есть нельзя трогать договор. Раз доллары США, значит доллары США, поэтому коммерческая компания в конце концов апелляция делала проиграва. То есть арбитраж первой инстанции как бы занял корректную позицию. Да, вроде бы есть признаки форс-мажора, но это легко может быть преодолено путем принятия исполнения в евро и потом просто легко перевести в доллары США, потому что все равно это как бы родовое исполнение, не уникали. Но коммерческий суд Лондона, куда была подана апелляция, сказали, нет, все. Здесь речь идет уже об уходе от буквального текста договора, поэтому на этом основании компания проиграла. То есть двойной подход к политике двойного стандарта. Самое, что интересно, что вроде бы англичане добросовестность не любят, скажем так, а здесь забавная ситуация. Здесь был один подход для российской компании, а здесь другой подход для своих. Здесь был заключен договор, ну как бы франчайзинга в нашем понимании коммерческой концессии. И здесь получается, ну скажем так, в нашей ситуации консессионерам был субъект, скажем так, в нашем понимании, представляющий малый получается бизнес. Это была франшиза, связанная с оказанием услуг водопроводчиков. Здесь физическое лицо указало на то, что имеет место быть форс-мажор, потому что оно не могло исполнять договор и оказывать третьим лицам услуги как водопроводчик, по этой простой причине, что был вынужден находиться на самоизоляции. Потому что были введены антиковидные меры. Правополадатель по договору франчайзинга коммерческой концессии сказал, нет ничего подобного, это не является форс-мажором. Почему? Потому что данная сфера не была относена к тем, в отношении которых водился локдаун, потому что из-за держания канализации нужно постоянно ремонтировать. И на этом основании он сказал, есть форс-мажора, нет. Но суд английский не согласился. Почему? Потому что недобросовестно поступил контрагент, не признав это форс-мажором. Потому что, оказывается, нужно как действовать? Честно и добросовестно. То есть, в отношении российской компании можно не принимать евро, настаивая на долларах. Здесь никакой нарушения честности и добросовести нет, хотя это все легко было возможно сделать. В отношении своих немножко другой подход. То есть, в этой связи получается так, что наши компании, многие, которые структурировали, получается, договоры по английскому праву, тем более еще компетентный арбитраж признавали лондонские, попали в очень забавную ситуацию. Но это была недальновидная, это у нас, скажем так, позиция наших компаний, которые там структурируют, получается, сделки, признавали арбитраж. Но сейчас многие там бегут, допустим, в Гонконг, который более гармонично относится к контрагенту из разных стран, и не смотрят, допустим, на всякие санкционные ограничения. Нужно направлять уведомления, получается, это обязательно. Сейчас, допустим, недавно у нас было вынесено решение, получается, как раз таки нашим Третьейским судом, этом КАС при ТПП России. Здесь четко, допустим, было указано, что ответчик не исполнил обязанность по уведомлению контрагента. То есть, это как бы было выменено, а негативно получается ответчику, привели к тому, что он не исполнил те обязанности, которые нужно исполнять при наступлении форс-мажора. Но, правда, здесь почему арбитраж посчитал, что никакого форс-мажора нет, почему? Потому что, опять-таки, не была установлена причина следственная связь между введенными в Узбекистане ограничениями в связи с коронавирусной инфекцией. При этом из переписки было видно, что просто предлагал ответчик новый график платежей, поэтому он считал, что для него есть возможность исполнить данные обязанности, поэтому здесь посчитал арбитраж отсутствия. Это абсолютно непреодолимые силы. Хотя в нашей практике есть примеры, когда отсутствие уведомления не вменяется должнику в качестве основания для отказа применения положения форс-мажора. Допустим, вот здесь мы с вами разбирали пример про штурмовки Сухова. Здесь апелляция по этому делу высказала, но он был заселен в касации и предстоящих констанций, что если введены санкции, они настолько очевидны, что здесь даже может быть не надо уведомлять. То есть вроде бы есть обязанность по уведомлению контрагента, но вот здесь суд поступил более мягко, сказав, что здесь было очевидно для любого контрагента, для любого кардитора, что будут препятствовать исполнение обязанности, потому что решал поставки продукции военно-время назначения, поэтому запрет эмбарго со стороны Европы получается здесь был очевиден, хотя, черт, но тезис немножко спорен с позиции разъяснений, которые давал Верховный суд по этому вопросу. Ну и, собственно, форс-мажор может быть основанием для прекращения договора, либо о легальной просрочке, в зависимости от того, как это предусмотрен договором. Ну вот здесь, допустим, ситуация, которую рассматривал наш суд, где указано, что обязанности будут исполнены, как только отпадут форс-мажорные обстоятельства, потому что можно исполнить обязанности по характеру такого правоотношения. Но если договор предусматривает период, по сочинению которого для кредитора можно тратить интерес и исполнить такое обязанности, он может заявить о прекращении договора, и это тоже вполне получается допустимо. Но это как в английском праве признается, так и получается в нашем. Ну, допустим, недавний английский пример, где смена дат проведения матчей и герегби, когда предмет договора была трансляция указанных матчей на период, превышающий указанное договоре, было квалифицировано в качестве обстоятельства, которое позволяло транслирующей компании завить отказ от договора. Аналогичная практика есть и в российских, получается, судах. Тем самым мы с вами разобрали основные моменты, которые нужно учитывать при исполнении договора. Ну, переходим, получается, к рубрике вопрос-ответы. Здесь первый вопрос, что я говорил, что остался один вопрос в прошлой лекции в отношении сертификата в форс-мажоре, поподробнее узнать. Ну, это, получается, был седьмой вопрос в прошедшей лекции, то есть, который мне был задан. Я возвращаюсь. Вопрос в следующий характер. Всей санкцией организации не будут поставлять расходный материал для строительства объекта. В связи с этим организация прекратила строительство объекта. Как расстроил срочно-трудовый договор в таком случае, является ли это форс-мажором, ТПП выдавили таких случаев заключения форс-мажоре. Но, опять-таки, если речь идет о том, что в связи с введенными санкциями в России будут, скажем так, в отношении России будут введены ограничения на поставку определенных товаров, это, конечно, может быть признано в качестве форс-мажорного обстоятельства торговой промышленной палаты России. Потому что санкции ограничения эмбарго относятся к презумируемому форс-мажору. Но, опять-таки, говорю, то, что здесь само по себе наличие сертификата, оно является только лишь одним из доказательств, но если в данной ситуации форс-мажор будет оцениваться в каждом отдельном случае. При этом остается неясным, что это за материалы. Действительно ли они препятствуют. Отсутствие этих материалов, поставляемых с территории ЕС, препятствуют исполнять договор, либо есть аналоги, которые производятся в России, либо в иных странах, и можно закупить, получается, в другой стране. Правда, конечно, необходимо отметить, что отсутствие логистики тоже может быть квалифицировано судом в качестве форс-мажора. То есть теоретически есть возможность, условно говоря, закупить товар в другой стране, но в связи с объективными трудностями доставки таких товаров, потому что сейчас разрушены многие логистические коридоры, это получает с собой повышенные затраты времени. То есть это будет опять-таки легальная просрочка. Но подчеркну, это будет оценивать суд. Наличие сертификата – это просто одно из доказательств. Оно для суда не является безусловным доказательством. Я приводил пример, когда кредитор прямо сказал, что нет сертификата от германской ТПП. Наш суд даже внимание стал обращать, потому что суду интересуют критерии форс-мажора, которые сформулированы в законе, и сожжешься в правопредственной практике. А сам по себе сертификат – это просто документ, который абстрактно говорит, что да, действует форс-мажорное обстоятельство, но для суда он не обязательен. Поэтому в данном случае могу дать только такой условный получается комментарий, потому что, чтобы оценить данную ситуацию, нужно понимать всю фабу, в том что и получается особенности этих конкретных материалов, степень их, что называется, уникальности для конкретного объекта. Вот в отношении расторжения срочных трудовых договоров необходимо отметить, что я являюсь цивилистом, а не специалистом по трудовому праву. Поэтому давать комментарий по трудовому праву я, в принципе, не могу. По той причине, что я представляю кафедру гражданского права и являюсь специалистом именно по договорному праву, в том числе, скажем так, это именно гражданское право, но не трудовое право. По трудовому праву, да, там есть одно из оснований, как чрезвычайное обстоятельство для прекращения срочного трудового договора, но это, опять-таки, с учетом актов правительства России и актов региона. Поэтому в данной ситуации здесь, скажем так, вопрос выходит за рамки моей профессиональной компетенции, поэтому прошу прощения на него давать ответ не буду. Это за рамками договорных обязательств. Это уже трудовые, получается, правоотношения. В отношении сертификата я сказал, что это доказательство, но не является, безусловно. Так, возможно ли освобождение от ответственности автоперевозчика в случае сопровождения грузоохраны, предоставленной собственникам груза, при этом хищение груза произошло во время отдыха сна водителя? Ну, в данном случае получается так. Если сопровождение, опять-таки, осуществлялось сопровождение представителя груза, отправителя грузополучателя, то тогда здесь виновный стандарт. Здесь смягчается стандарт с безвиновного строгого на виновного, но суд будет оценивать, получается, соответственно, действия должника и его, получается, работников. Хищение во время сна водителя, оно от ответственности перевозчика само по себе не освобождает. Так, по договору поставки поставлен товар-станок, в котором после поставки покупателям были заподобождены недостатки, направлены претензии поставщику. Затем решение суда установили конструктивные инстатки товара. Покупатель после обратился в суд по 35-й статье, в настоящее время суда 1-2 инстанция признала ответственность поставщика лишь с момента получения претензий покупателям, а не с момента оплаты 50% покупателям аванса. Примерно за год до поставки претензий. Почему суды и советы на такой полиции, законно ли это? Ведь решением суда доказаны конструктивные дефекты товара, то есть поставщик виновен с момента заключения договора, поскольку должен был нести ответственность за качество товара. Соответственно, должен ли отвечать по статье 35-й статье с момента получения 50% аванса? Ну, в этой связи необходимо отметить то, что здесь речь идет совершенно о споре, не связанном получается с форс-мажором. В части получается определение момента исчисления, получается возможность изыскания процентов по статье 395 ГК РФ. Ну, необходимо отметить то, что у нас формально, если речь идет о предварительной оплате товаров, то речь идет о статье 487 ГК РФ. Здесь у нас говорится, что если продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара, если оно не предусмотрено закономным договором к продаже, на сумму предварительной оплаты, прижатой плате процента, соответствующей 30-й статье 35-й настоящего дня, начиная со дня, когда по договору передача товара должна быть произведена. Но договору может быть предусмотрена обязанность по оплате процента с метаполучения денежной суммы. То есть, получается так, что, исходя из гражданского кодекса, нужно, получается, всегда смотреть условия конкретного договора. Вот я даже сейчас показал это на основе банального толкования статьи 407-й, то, что проценты по 305-й начинают начисляться с той даты, когда должна была быть произведена передача товара, а не с даты получения аванса. То есть, для того, чтобы начать проценты с даты получения аванса, необходимо, как раз таки, необходимо, получается, чтобы это бы прямо присмотреть договор. То же самое, получается, ваша ситуация. То есть, здесь у нас был скрыт факт правонарушения в силу того, что недостаточности в конструктивный получается характер. С момента, получается, выявление данного скрытого недостатка пределов, получается, гарантийного срока. То есть, суды, получается, да, часто следует этой логике, что у нас проценты по статье 395-й начисляются с момента выявления непосредственно правонарушения. В каких, четвертый вопрос, в каких случаях существенное изменение курса валюты можно признать в качестве основания для невозможности исполнили бы существенное изменение абсцент за изменение договора? Ну, мы с вами этот вопрос рассматривали на прошлой лекции. Следует отметить, что само по себе изменение получается курса валюты не рассматривается в качестве обстоятельства препятствующего исполнению. Оно делает просто обременитель данное исполнение. И страна просто принимает на себя указанный, получается, валютный непосредственно риск. То есть, в данном случае у нас действует общее правило, что если для страны исполнение просто становится затруднительным в силу изменения курса валюты, это само по себе не является для существенной изменения обстоятельств договора. Данную позицию, опять-таки, занимает традиционно наш Верховный суд. В частности, допустим, я приводил вам такие жесткие, строгие примеры, когда Верховный суд не хотел корректировать договор, даже ситуация, когда речь шла о кредите, который брался физическим лицом, потечный кредит в иностранной валюте, резкое падение курса в более чем в два раза, не было квалифицировано в качестве основания существенной изменения обстоятельств. Поэтому, ну, скажем так, перспектив, получается, больших, скажем так, выиграть спор в отношении существенной изменения обстоятельств, исходя из валютных колебаний, российская судебная доктрина особо не демонстрирует. То есть здесь скорее получается вероятность того, что договор останется, получается, неизменно. Имеется ли какая-либо практика по валютным переводам, которые были направлены за границу, зависит здесь с введением санкций РАИ 22-го года. Интересует обращение о законодательстве правопотребителей, иметь ли здесь фосфору для банка? Ну, получается так, что если у нас речь шла, опять-таки, о валютном переводе и зависание денежной суммы за пределами, получается, страны, практика, определенная спецслава была в этой части по той причине, что у нас определенное количество денежных средств действительно, скажем так, как вы выразились, в кавычках, зависли, условно говоря, на счетах банков-корреспондентов, формально получается так, что в данном случае имеет место быть форс-мажорная царь, потому что был введен запрет со стороны властных органов, в частности, допустим, со стороны Министерства финансов США. Такие ситуации были после 2014 года, потому что в отношении ряда банков выделились соответствующие ограничения. И такие ситуации квалифицировались в качестве, получается, форс-мажорного в том числе, потому что именно вместо быть как раз-таки санкционных ограничений в части того, что банк не мог исполнить, получается, денежный перевод по независимому от него обслуживанию, причем потому что для использования расчетов в иностранной валюте он вынужден привлекать банк-корреспондента, расположенный за пределами территории Российской Федерации. Словно говоря, были примеры расчетов из Москвы в Московскую область, условно говоря, но все это шло через США, поэтому, соответственно, обязательства в данной части банка не могли быть исполнены. Такие, получается, примеры были. Ну, соответственно, уважаемые коллеги, я прошу прощения, что, может быть, затянул свой материал, но оставил время на ответы на вопросы по той причине, что материала действительно очень много. Засим благодарю за внимание. Надеюсь, получается, что наше общение было позитивно-пудотворным. Мы пробежались по вопросам, связанным с исполнением договора в условиях санкций. Проблематика здесь большая, она будет набирать обороты. Сейчас просто сделаю краткий анонс. Наш университет, наша команда, скажем так, ученых МГУА имени Кутафина, готовящаясь большую книгу, посвященную опросам санкционного права. Ваш покорный услуган тоже будет участвовать в данном проекте. Но там рассматриваются будут вопросы не только через призму гражданского права, но и других отраслей права, в том числе, получается, финансовое право будет затрагиваться, и международное частное, международное публичное право и гражданское, и в том числе социальное получается правоотношения будет затрагиваться, потому что междисциплинарное непосредственный проект. Поэтому делаю такое интересное оно, что в скором времени данная коллективная монография появится, и МГУА будет проводить уже и будет продолжать мероприятие, посвященное опросам санкций и контрсанкций. Это у нас один из проектов в рамках общего большого приоритета, проекта приоритета 2030, с которым участвует наш университет. Поэтому, соответственно, сейчас будет готовиться определенный набор публикаций, которые будут знакомить в том числе юристов-практиков с теми вызовами, которые породили санкции перед российской экономикой и правовой системой, и теми ответами, которые будут готовиться. В частности, сейчас создается по инициативе ректора нашего университета Митра Владимировича Блажеева комиссия при ассоциации юристов России, посвященная как раз таки опросам санкций и контрсанкций. Скорее всего, меня рекомендовали в эту комиссию, продолжу работу. Поэтому, скажем так, до новых встреч. Мы можем с вами встречаться на различных мероприятиях, которые в том числе будут происходить в онлайне. Поэтому, уважаемые коллеги, университет имени Лебедовича Кутайфина будет стараться давать ответы на новые вызовы, которые возникают перед российской правовой системой в целях обеспечения информативно представителей профессионально-виридического сообщества о тех действиях, которые необходимо совершать в условиях социальной политики и дружественных государств. За всем большое спасибо за внимание. Желаю вам всем крепкого успеха, крепкого здоровья, профессиональных успехов в вашей замечательной деятельности, связанной с защитой прав и интересов граждан и юрлиц. Всего вам доброго, уважаемые коллеги. До свидания. Спасибо. Спасибо.